Продолжение следует... 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Давайте все соберёмся с мыслью. Опустошим своё сознание. О том не было ничего, кроме единого желания познать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, об этом предмете вы знаете, да? Даже имею. даже не видите как называется он колокол тибетский вазер это символ священных предметов поэтому вот они у нас стоят да это первое правило прикосновения голосу безмолвия потому что изданный звук это имеет свою причину в акаши акаша это чистейшее пространство в которой находится вся информация или мысль божественного она является этой причины и когда мы делаем и еще ощущаем и чувствую в себе возвышенное состояние признательности высшим силам то есть мы тем самым признаем вечность и в этом состоянии вечности мы приходим в торжественное состояние вот это и есть теософская молитва все происходит внутри нас так и пробуждается сознание которое способно будет усваивать материал без тех мимолетных мыслей которые являются нашими путниками иллюзорного восприятия действительности сегодня день как говорит нам елена петровна давацкая жемчужине востока содержит следующую мысль которая в общем-то на круге времени она имеет своих представителей этими представителями являются люди рожденные в определенные принципы которые являются не данными отображающими каждая индивидуальность рожденный в этом мире через него идет эта вибрация мысли божественных я сейчас зачитаю эту мысль на колесе времени вы все есть значит через вас всех эта вибрация мысли идет мысль следующего содержания невозможно возвести храм истины лишь обтесыванием мертвых камней его основа должна кристаллизоваться из эссенции жизни интересно здесь уже сказано две мысли сразу которые кажутся разъединенными на первый взгляд но они синтетически схожи как метод и мудрость как мужское и женское и также на колесе времени имеются эти принципы как мужское и женское и те принципы в которых вы родились как в недане оно может нести либо женское превалирование вашего сознания аспекта чувственной природы вашей либо мужской аспект который основан на логике или на разумном какой-то последовательной деятельности это мысль соответствует колесу времени она соответствует дню который соответствует огненной мыши это день огненной мыши потом я вам покажу сочетание энергии почему сегодня такая погода у нас потому что на колесе времени все это показано огненная мышь это движение она символизирует движение можно сказать устремляющую мощь и вот эта устремляющая мощь с помощью которой мы можем накапливать знание духа потому что сама мышь огненная учение вы знаете огне йога тоже огненное учение учение тайной доктрины само по себе оно символизирует пробуждение духа то есть огня вы смотрите сегодня у нас день высшее накопление неделя черной козы которая находится под лучом тоже огненным как здесь Марс присутствовал энергии своей здесь присутствует Марс лучом своим и год который соотносится к огненному петуху и тоже под этой же энергией огня вот у нас три огня и они очень важные эти моменты Ирина Ивановна в свое время дала такую мысль что ну владыка через Ирина Ивановна как вы понимаете что приветствует тех кто собирает калача вот это приветствие прозвучало как раз в год написания это была огненная мышка вот это же не случайно обстоятельства сложились что мы именно в этот день начинаем потому что мы говорим сейчас о духе об единении в духе и понимание калачакры произойдет только в духе так вот восемьсот семьдесят восемь восьмой год до Рождества Христова в год козы черные опять же под энергией духа коза черные символизируют собой изначальную любовь черный цвет черный цвет это воды вода символизируется стихийно как стихия а принцип сам недавно коза символизирует любовь изначально то есть это мощная энергия духа выраженная через принцип любви ко всему человечеству и в это время как раз вот в этот год восемьсот семьдесят восьмой великие духи огненного тумана пусть спустили в мир эти знания калачакры законы времени как раз это произошло в черных лесах у нас сейчас неделя этой козы идет и как раз те дни которые в этой недельке мы собственно и будем говорить о этих законах леса времени теперь смотрим дальше мы приходим к году хотя все наоборот не от дня можно идти а можно идти от года потому что от великого к малому мы идем от общего к частному я вам показываю обратный путь так как вас веду я по часовой стрелке вы знаете что в учении сказано что была такая мистерия когда учитель стоит посредине учителя вокруг него учитель ходит против часовой стрелки а ученики по часовой стрелке вот этот символ я сейчас вам как раз и продемонстрирую я начинаю вести вас но а сам мысль от общего к частному поэтому вот этот ритуал он и происходит и все это происходит на плане нашего сознания и восприятия той информации которую я вам доношу значит мы приходим к петушку если вы обратите внимание то вот сектор есть который олицетворяет созвездие весов главный аэрофант этого сектора мышка а у нас видите день мышки был и концентрация все пятилетки этого зодиака весов а весы соответствуют явлением закона в этот мир вот это движение закона и позволяет духовной природе выявиться в человеческой природе и здесь присутствуют определенные иерархии божественных существ которые управляют или так сказать закладывает причины через эти законы закладывает причины самой природы в человеке при его еще зарождении и поэтому человек имеет в себе эту природу божественную он имеет в себе так вот мышка она также находится в кресте с петухом крест жизни так называемый петушок зайчик мышка и лошадь вот эти четыре принципа в годе если мы пойдем от мышки то мы также встретим лошад опять потом мы встречаем зайчика и петуха это крест два креста они одинаковы только изначально мысль воспринимается днем через мышку энергии дня а год через петуха вот это великолепие или еще так называемая мантрика шапки сила это сила в общем то если перевести просто на русский язык можно сказать что понимаемый это сила вибрации мысли божественной ее вибрации с помощью которой как в учении сказано если меня песочек насыпать на железный лист и исключать то он в какой-то рисунок складывается вот так же точно законы распределяются этой силой мантрика шапки и вот сейчас такой год уникальный у нас идет огненного петушка который в себе содержит весь синтез сил они все находятся в этом петушке а петушок является проявителем всех этих сил своей мощи в синтезе он проявляет рисунок бытия как схему какую-то рисует и эта схема будет соответствовать идеалу эволюции человеческой волны и здесь как раз вот это направлении пространства вот видите направлении пространство индиго темный синий цвет которым управляет линию это индивидуализация сознания человека где проявится индивидуальность и вот индивидуальность может проявиться как выявление ликов с одной стороны а с другой стороны заложение идеального человека духовного, как программу, которую должен человек развернуть по ходу эволюции на вид 60-летней цирк, то есть на 60 лет. Он разворачивает ту идею идеальную, которая заложена. Но уникальный случай у нас сейчас. Дело в том, что мы вошли в эпоху Водолея. И когда в эту эпоху входит человек, то цикл сам по себе, он становится годом Платона. Год Платона, вы знаете, это число 250 тысяч лет. Вот этот период времени не случайный. Он открывает принцип. Принцип Петушка. Год сам со своими силами. Попадая так, что он попал в эпоху Водолея, в эпоху Водолея, трансформировать свою энергию, выявляя вот этого Петушка, который является учителем человечества. Сам Петушок. Это великий Логос, который сидит над фонтаном в мудрости и спить ничего не может, и поэтому он молчит. А его молчание есть величайшая медитация, которая есть в состоянии чистого ума. Вот так принцип Огненный работает на то, чтобы проявление этих законов и сил выявилось через сознание. Поэтому Николай Константинович сказал, красота сознания спасет мир. А красота в чем его? В идеальном своем выражении. То есть идея была, которая может быть принесена и реализована со всеми ее атрибутами, саму идею. Вот такое сочетание. Смотрите, вот эти вот три огня, которые я говорил, управляют днем, неделькой и годом составляют мощь холода. Вы, наверное, тоже знаете, в юге написано об этом, что сознание бодрствует при холоде. Нужно адаптировать себя к холоду. На востоке, когда тепло, вернее, на юге, там идет разложение другими словами. Там нет созидательной мысли, нет творящей мысли, основы, нет чистой мысли. Потому что человек и так погружен в иллюзию своей животной природы, и она там просто расцветает махровым цветом. Поэтому Шамбала находится на вершинах города, представив себе так, земную Шамбалу. В холоде находится, в ясности мышления. Значит, дух, он и находится в этой ясности своего явления, в ясности, в чистоте. Поэтому нас и призывают к высокому мышлению, к горнему мышлению. В чем горле, то у нас сразу ассоциация, что значит, там шапки ледяные, холод, и все, вот у нас гора ассоциируется так. На самом деле, должно просто наше быть сознание пробуждено в духе. И вот здесь-то и начинается самое интересное. Я хотел бы вас ознакомить, так как по программе у нас как раз говорится о том, что об едином учении махат. Это, правда, проблема. Это проблема настоящего времени, где смешано очень много всех течений, которые, в общем-то, не могут разобраться вот в этом вот единстве единого источника. Мы должны будем сейчас как-то сложить для себя правильное мышление в этом направлении, чтобы увидеть корень или основу всего. Это очень важно. Основу нам дают учителя. И вот я уже сказал, что в свое время в Черной Козе, в 878 год до н.э., вот как раз эти законы, они были спущены этими владыками пламени в третьей расе, четвертой подрасе человечества. В четвертой своей подрасе, когда они находились еще, в это время эти знания пришли в мир. Но были неосмыслены, да? Потому что некому было их осмыслить. Жили в этом состоянии законы люди. Это было для них как дышать. Они дышали этим. И не было того, с помощью чего можно было бы оперировать этими законами. То есть мыслителя не было. А было только лишь тело, которое называлось ментальным телом. Или потенциальность размышлять. Вот она была. Причем была как в первой расе, во второй, так и в третьей. И вот в четвертой своей подрасе, когда в Тайной Дектрине говорится, три упадают в четыре. Три – это формула такая. Когда идея божественная оформляется. И вот как раз в четвертой расе и произошло это оформление. Другими словами, заложилась причина низшего манаса. Причина его заложилась. И этот низший манас, он соответствовал четвертой подрасе и третьей расе. И здесь эти знания были выданы. Видите, когда древние какие. Теперь эти знания древние постепенно в мир, так сказать, привносили аватары. Или бодхисатры. Ну это то же самое, в общем-то, представление аватаров. Или того луча мудрости. Света. Вот так привносились. И последний из них, мы для себя должны четко это определить, что последний из них, которая знала все, это была Елена Петровна Бловацкая. Они, так учителя, и говорят. Знала все. Тайная доктрина, разоблаченная изида и сопутствующие этому различные статьи, вплоть до голоса безмолвия и ключа к теософии. В общем-то, Елена Петровна в последних своих изданиях она выдает как раз голос безмолвия и ключ к теософии. Вот она выдает вот этот импульс тех основ, которые были даны еще в третий раз, еще в подраздели. И вот она выдается из этой книги жизни. Значит, мы для себя должны были как-то решить. Так, или мы основы изучаем, или мы изучаем ответвление этих основ, которые, в общем-то, и считаются религиозными течениями различного вида, которые доходят вплоть до секты. То есть это все ответвление от одного источника. Но нужно нам прийти было к источнику. И в это время, когда Елена Петровна давала этот 1885 год, с этого года начинала она выдавать, когда открыла теософское общество еще в этом году, то вот как раз этой основой и закладывала она в сознании людей, чтобы было с чего начать человеку свое обучение и свою адаптацию к этим новым видам, которые древние на самом деле. Но эти основы в новом своем виде, в силу того, что люди воспринимают согласно данному этапу развития человечества, данного времени, данного сейчас. И поэтому в этом данном сейчас и на этом языке, понимаемом для человечества, была и дана эта тайная доктрина. Вроде понятно все. Я думаю, что это очевидно просто. Но почему люди вот так вот скользят к какому-то своему пути, как они это называют? Потому что люди думают, что в учении же сказано «должен идти каждый своим путем». Многие идут разными путями, но все приходят ко мне, да? И человек, он так и отреждастся от себя, да, у меня свой путь и все. И идет. Куда идет? Зачем идет? Ну, он в поисках. И вот это заблуждение, это и называется куриной слепотой. Потому что, почему? Потому что наше привычное мышление, оно имеет свои критерии, которыми оно пользуется. И таким обусловленным своим мировоззрением, оно встречает беспредельное знание. Беспредельное. Вот эту беспредельность узко берут и понимают. По-своему, по-привычному. И выискивают свой путь. А на самом деле, они лишь только декларируют ее свою, что свою? Эгоизм. Самость. И не более того. Но в более изысканной форме. Почему? Изысканные предательства. В свое время Елена Ивановна сказала, что начнется с земляного дракона и пройдут до огненного быка. Вот изысканные предательства. Время изысканных предательств. И откуда они? Да потому что дух пробуждается. Дух пробуждается, а проводники человека еще не готовы к этой вибрации высочайшей, которая называется памятью духа. Вибрации памяти духа, она, в общем-то, такого свойства, что не может осмыслиться ни чем пока. Время такое. И это происходит постоянно. На каждом круге, новом, и в каждом веке. Вот если мы возьмем настоящий век, это век дракона белого, потом мышка белая, и обезьянка белая, это вот такой треугольник веков. Они переключаются через каждое сто лет. Переключаются эти века. Так и произошло. У нас был век мышки, 20 век. А до мышки, 19 век был обезьянки. Обезьянка символизирует красоту, мышка накопления. А 21 век наступил в 2000 году. Белого дракона, который соответствует проявленной мудрости. И каждый век несет свою причину. Один век карма. Вы все знаете прекрасно, 20 век, войны, мировые войны. И страдала Русь очень мощно. У нас карма была для нас вообще. Но вообще была карма и для Запада, потому что война и туда пришла, и сюда. везде карма это присутствовала. Но волнообразно в зависимости от сознания каждого народа. Мы проживали эту карму. И еще плюс, мы проживали как раз в секторе, опять же, мышки Иерафанта. Поэтому очень мощное было явление. Здесь мы проживаем в своем секторе мудрости. Иерафант называется драконом здесь. И год и век соответствует, как раз усиливает, мы же, четыре такие принципа. Год, век, потом сам Иерафант. Три и в четырех, четвертый это человек. Вот в нем форме, в его сознании собственно это и отражается. И значит мы пришли к веку мудрости. Далеко ходить не надо, у нас и президент с года дракона. Видите? Все соответствует тому, чтобы эта мысль проявлялась. И теперь вы сами, наверное, замечаете, что в принципе и у нас политик это мудрое стало. Очень мудрое. Мы пытаемся войти и объединить все виды стран, народностей. То есть у нас вот такое сердечное и чистое и правдивое отношение по всему. То есть это заметно. Это так работает мудрость. И тем более тот мудрый, который является черным драконом это Путин. Черным драконом он является и поэтому эта мудрость в общем-то у нас сейчас процветает. Эти мы и повредим многими словами. Да вот, представители, в каждом периоде времени своего приходит это время, то в век мышки придет это время изысканных предательств, то в век обезьянки тоже это время приходит изысканных предательств, и в век дракона то же самое это пришло. Так вот, эти изысканные предательства и по сути дела есть то, что нас никак не может сплотить. Вот нет братских чувств. Нету. Куда бы ни пришли, мы все индивидуализированные, как нам кажется, но не понимаем, что такое индивидуальность. не понимаем. Потому что оказывается, индивидуальность начинает проявлять себя только тогда, когда пробуждается сознание. Вот только тогда, когда вас пробудился Творец, вы тогда можете назвать, что ваша индивидуальность проявилась. А говорят следующие, вы ущемляете мою индивидуальность. И чем же мы ущемляем его индивидуальность, которая еще не проснулась? Она спит, ее еще нету здесь. Она в тонком мире, да, она там действует, во сне работает, эта индивидуальность. А здесь-то нет ее. Потенциальность есть, но ее нет в проявленном виде. Поэтому люди и здесь заблуждаются. Личность да, личность формируется, личность пытается расширить, вместить какие-то понятия, которые раньше не способны было вместить. Вот и не эти ошибки. Ошибки изысканных предательств. Изысканные предательства продолжаются. Ведь нам, учителя, делают только намеки. решать эти проблемы и задачи, которые связаны с этими указами, которые намекают на что-то или другими словами, направляют наше внимание в ту или иную область. И когда наше внимание сосредотачивается, то мы можем понять сущность этих вещей. А для того, чтобы концентрация произошла, от нас требуется дисциплина. Ведь без дисциплины не произойдет той концентрации, которая способна была бы проникнуть в эту сущность вещей. То есть проникновенность имеет сознание. Замкнутый круг получается здесь, да? И к чему он приходит? И нам в Агне-йоге дается четыре камня, заложенных в основании действий наших. Мы эти камни знаем прекрасно, пробежали по этим камням, даже не задев, потому что летели. Там где-то в конце будет что-то в конце книжки, там что-то расскажут интересное или в другой литературе на более удобной усыпляющей состоянии, которое уничтожает даже саму причину пробуждения бодхичитты, но бодхичитты это устремление такое, духовное, в духе устремления, ради общего блага, такое альтруистическое свойство. И вот даже зачаток этот уничтожается, чем удобство. Поэтому это удобство называется вучение комфорта, которое ведет к разложению. комфорт ведет к разложению. Значит препятствия нарастем, здесь сразу формула и подходит. И когда мы берем эти четыре камня основания действий наших и вдумываемся, вдумываемся, то есть изучая мы должны свое внимание сосредотачивать на самых первых строчках любого издания учения. Потому что в них основа. Вот если вы возьмете тайную доктрину, тогда вы увидите введение. Правильно? Потом пролог. А потом уже станции непосредственно те, которые в нас вызывают созвучие. Потому что они написаны таким стихом, когда сердце созвучит с этим стихом и в эти вибрации входит. И там нет резонанса. А там есть гармония, слияние. Вот это и есть пробуждающий этап развития сознания человека. Пробуждение этого сознания. И когда это начинается, человек начинает обретать или проявлять самодеятельность. тогда индивидуальность начинается. А такой человек никогда не скажет «ты подавляешь мою индивидуальность». Потому что он-то препятствий не растет. И наоборот кто-то подавляет, он из этого может окрепнуть дух. Поэтому говорят «нужно любить врагов своими». Ну это просто все. Но эта простота она опять же от нашего хаотического мышления, привычного мышления. Четыре камни его назовут сетей. Это осознание иерархии, осознание единения, соизмеримости и канон Господом Твоим. Вот эти четыре основы. Если мы будем разбираться с этими основами, то тогда мы придем к первому и очень важному фактору, чтобы принять единое учение махат. Основу эту принять. Первый импульс, когда мы начинаем уничтожить, мы должны попасть в безвыходное состояние. Безвыходное состояние это когда прижали тебя к стеночке, уже все нацелили, и ты что будешь делать? Ты бросишься на того врага и начнешь его уничтожать. а кто такой враг этот? Это наша низшая природа, которую она просто достала. Она достала, с этим ты лириться уже не можешь. Ты готов вырвать этот корень зла из себя, и этот корень зла есть неведение. А пособники его гнев и что-то я тут записываю. И страсть. Вот эти две вещи. Гнев и страсть в рождении. Ага, значит, мы вот пришли к этому корню этих наших перерождений. И мы должны выводить. Из чего начинаем? Первое, что начинаем, мы признаем свое невежество. Невежество свое признаем, тогда мы способны учиться. Вот мы приготовились учиться. Признали свое невежество. Да, мы не знаем. И тогда у нас возникает вот это вот стремление к познанию. Когда стремление к познанию возникает, то мы ищем эти знания. И где мы их ищем? Это уже зависит от того, что нам встречается по пути, но нам тут же карма предоставляет возможность принять эти истины. И истина проявляется через кого? Через носителей этой истины. И когда твое сердце созвучит с тем, что несет носитель этой истины, у возникает чувство почитания и благодарности. Почему и говорится об этих чувствах благодарности, почитания, что они очень важны и они изначальные. Потому что без них учиться человек не может ничему научиться, другими словами. Без этого основано. Почитание любовь к истине и почитание носителей истины и любовь. Вот она же возникает почитание, она же на корне любви находится. И тогда возникает вот то нужное и необходимое осознание иерархии. Удивительно то, что само осознание иерархии мгновенно задевает следующий камень преткновения действий наших это единение. Потому что иерархия это беспредельность. А единение это единство всего сущего в этом же едином, что и представлено как вселенная или как беспредельность иерархического начала, что является соподчинением нижего высшему. и вот эти первые уроки мы к ним подошли и само единение становится естественным фактором. Там нет насилия. потому что цветок он в тебе уже распускается этот бутон. Понимаете? И при его распускании эти свойства они естественно дают свой аромат. свое выражение. И это выражение есть то, что приводит нас к объединению. Вот этот аромат. И мы соединяемся тогда в духе. Дух привнес то беспредельность, иерархическое начало, соподчинение нижего высшему. Это все в совокупности дает единство. Вот это единение его и не достает всем обществам, которое создано. Почему? Потому что иерархия неосознанная. Что же делает нам учение Махат? Оно дает это представление законам иерархии соподчинение низшего высшему единства это беспредельности всего вот этой иерархии лестницы мы понимаем эту беспредельность мы понимаем что мы должны постоянно учиться постоянно беспредельно и поэтому говорят что если ты сказал что ты мудрый то ты уже не мудрый ты знаешь ты значит ничего не знаешь вот почему потому что это должно быть состояние постоянного изучения то есть познавательный процесс должен включиться и ты тогда познаешь и вот эта иерархия как раз соответствует тому что мы никогда не останавливаемся то есть не локализуем свою мысль и выставляя ее главной мы никогда тогда не будем осуждать кого бы то ни было за его мышление вот что значит такое принятие иерархии потому что мы едины единимся так поэтому мы не будем сказать я имею свое право что-то там выразить и он имеет такое же право и начинается следующий этап это канон Господом твоим вот на этом фундаменте собственно и может явиться такое братское чувство вот тогда мы братья становимся как-то мне один человек говорил что о братство да я знаю что такое я говорю не можете вы знать братство если у нас разъединение с кем-то хоть с кем ходишь кого-то мы не принимаем уже нет уже этого чувства а если кто-то тебя один принимает это ну просто твой единомышленник и не болит и то в этих случаях есть свои критерии потому что с чем-то не может согласиться другой хотя будут говорить об одном и том же но каждый будет представлять именно свое видение со своей колокольни и поэтому не может вот этой солидарности возник только на четырех этих камнях солидарность возникает здесь только образ происходит поэтому мой принцип это объединить огненевых и тост свое представление единого учения но также и всех других религий потому что если все другие религии придут к пониманию основ учения то есть к тому что надо брать вот эту основу тайная доктрина это основа возьмите и изучайте изучите это до основания чтобы вы поняли систему эту единую которая выражена махаяна или назовите ее ваджраяна или хинаяна которая в общем-то присуща здесь в этой же махаяне она туда входит как любые принцип двенадцатью неданами она отображает пять этих двенадцати речных циклов отображает двенадцать недан а значит двенадцать хинаян а значит а что такое хинаян это как раз восприятие мира психологическое восприятие мира вот это что такое индивидуальное и когда он доходит до определенного состояния просветления свое то тогда он по-другому не сделает он войдет в общую систему махая великой колесниц поэтому основа она необходима калачакра она и создана на основе станциан вот здесь станциан первого тома которое собственно и сложили уже эту систему она сложена чисто символическим языком символы все вы видите здесь шестивочевая звезда знаете змея закусывающая свой хвост определенный символ корона которая находится на самой змеи показывает пять вершинок то есть то что проявлено пять пут мы знаем мы знаем что пять это свойство стихийного естества природы человека а две спрятаны вершинки на самой короне как и вот здесь показывает вот там печать Елены Петровой которая показывает пять основных и две скрытых атма будхи или монада она всегда скрытна то есть она здесь не присутствует это присутствует то что является представителем этой жизни мудрости этапа развития представитель этого света и вот пять стихий которые обозначены вода воздух огонь земля и эфир вот они представляют вот эти вот пять вершинок символизирующие чувствующего человека еще и плюс мыслящего и пентаграмма символы мы знаем символ человека очень слабая сила этого этой этого символа самой петилочевой звезды слабая сила сила чего сила того что она основана на чувственности вот в этом смысле она слабая должна быть присутствовать разумная воля когда разумная воля присутствует тогда возникает четкость мысли четкость мысли дает четкость образа четкость образа дает ясность проявления в виде прекрасной формы которая имеет потенциал жизненности то есть способна жить существовать так теперь значит если мы подошли к основам берем основы тайную доктрину мы ее изучаем изучать ее можно только в группах только коллективно потому что человек пока как Элина Ивановна написала еще не способен пока образно мыслить образно мыслить не способен человек он не может оформить мысль мыслеформу создать потому что образы мышления это и есть выражение мыслеформы почему потому что не видит общего с призмы которого он должен создать сущность и поэтому это общее и дается как основа от общего к частному вот эта аналогия всегда должна присутствовать видите закон аналогии сразу идет и это все жизнится на одном лишь свойстве распознавание потому что ну как мы можем увидеть то что нам действительно и вообще всему человечеству соответствует когда мы в унисон с этой вселенной заживем для этого необходимо распознавание а распознавание возникает от практики альтуизма вот и все то есть человек который способен к самоотречению ради общего блага он и начинает практиковать практика это пробуждает бодхичиту то есть устремление такой мощи что вырастают крылья по плечи вы видели портрет владыки Николая Константиновича нарисованной в виде лучей исходящих и он в таком изумрудном цвете владыка изумрудный цвет я сразу вам могу показать вот он изумрудный цвет в этой точке а вот он луч изумрудный это символ синтетического мышления свободного синтетического мышления поэтому учение сказано что синтетическое мышление само по себе редчайшее явление в человеческом проявлении очень редкое которое присуще другое для него изумрудный цвет также символизирует седьмое состояние седьмое состояние это всегда переходящее состояние одно другое то есть по сути дела седьмого нет есть шестое и первое первое это выражение седьмого которое растворимо и тут же сразу осаждается когда растворилось осадок новый дает новый цикл дает возврата и поэтому первое это вот завершение седьмого о чем я и говорю значит изначально воображение мы должны формировать воображение дает нам образное мышление образное мышление для простого человека кажется хаосом почему потому что нет основы только ввести в основу мы тогда будем распознавать хаос от действительности очевидные от действительности вот для этого необходимы эти основы поэтому страдают очень сильно страдают я бы сказал огни йоги огни йоги те которые думают что они поняли понимаете вот это вот куриная слепота она присуща потому что основу надо подвести поэтому огни йога это практика величайшая сама по себе это практика как же практиковать когда основу ты не подвел поэтому тайная доктрина переведена была Еленой Ивановной она очень почитала Елену Петровну вы знаете в письмах она писала почему Елена Петровна обладает этими свойствами и вы в общем-то приходили к ней а ко мне не приходите он говорит другой этап сердце твое у тебя выше и круче происходит потому что каждый последующий он всегда выше предыдущего как и эволюция по спирали всегда прежнее оно ниже на своем уровне чем следующий который идет поэтому и говорят что дети мудрее нас потому что они ведут эволюцию следующего этапа развития а мы уже завершаем оформляем то что для нас было когда-то в будущем поэтому и говорят что продолжить эволюцию сознания человека мы должны творить будущее когда в чем в настоящее сейчас мы творим будущее а стоим на чем на прошлом и тогда мы устойчивы а прошлое это тайная доктрина прошлое знания которые были даны еще в третий раз и четвертый раз вот они выданы в новой форме в настоящем осознании человечества способность какая есть понимать Елена Петровна говорит средняя в принципе интеллект средний способен понять о чем говорит тренер доктрин нет дело в том что примут и вот как у нас сейчас есть мы говорим об этом то вот эти сто лет и прошли даже более так прошло четвертый круг идет 3,60 летних круга прошло и пошел четвертый вот мы сейчас в четвертом круге живем это когда 3 упадают в 4 и вот об этом Елена Петровна собственно и говорила что придет время когда эти идеи которые написаны в тайной доктрине вдруг начнут принимать понимать понимать это одно а самое главное это будет уже выражаться как сама жизнь людям будет это естественно потому что многие если вы заметите те которые даже не читали ничего о тайной доктрине этих знаний а мыслят в этом направлении то есть эти мысли осели уже и человечество способно мыслить ими но пока не знает то есть не знает не распознает как то есть не включилась разумная воля еще то есть есть мысль а управлять ей не могут и поэтому говорят но так не делают но уже думают так но не делают так поэтому практика от мудрости они разделены получается вот эта однобокость качание вот так вот это как весов да или маятника вот такой вот плюс-минус плюс-минус и человек либо здесь либо там либо здесь либо там потому что разделена практика и мудрость человек может находиться здесь где здесь а вот 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 это и есть срединный путь когда мы соединяем практику и мудрость а в нее и тайны дыр все тогда мы начинаем идти правильно и распознавание у нас будет как следствие правильного пути правильно заложение вот этих основ и вот в этом-то и выражено в общем-то учение Махата если любое направление какое бы оно ни было не изучает тайную доктрину а изучает ну совершенно Библию пускай изучает пускай Коран изучает любой этот труд он будет изучать он не будет в итоге иметь основу и поэтому он всегда будет заблуждаться он всегда будет окрашивать свою религию как наиважнейшую и тем самым вот это деление продолжается только в более масштабном кругу да представить христиан мусульман или там иудаизм или еще какую-то веру или индуизм представить тоже в своей предоверии это все равно отделение от общего поэтому мы должны изучать все виды религий после того когда подведем основу под свое сознание и тогда мы будем понимать о чем вот этот человек думает и как ему донести по сознанию ведь мы же должны стать носителями света чего свет это знание значит мы должны научиться говорить по сознанию а чтобы говорить по сознанию а различные еще и секты есть всякие да то мы должны знать причину его учения и тогда мы можем говорить на его языке но зная основу мы всегда приведем к основе его причин объединением одной религии с другой и это было важным фактором на который и пошли учителя будучи выдавая эти знания это одна из один из постулатов идея основной на которой жизнится вообще теософское общество или самантеософия их три правила это всемирное братство безразличие цвета кожи нации или вероисповедания какого бы то ни было потом изучение всех видов религий наук искусств все мы изучаем это все и самое необходимое первое это всемирное братство которое соответствует тому что мы должны стать все-таки братьями человечества то есть объединиться это важные три основы на которых жизнится теософия вы сами знаете что Николай Константинович Ирина Ивановна будучи имели также дипломы теософского общества в свое время хоть это София Адьяра их не приняла как бы да вот она их как бы отвергает и учение Агни-йоги там не трансформировать никак это как бы отдельное учение для них это что-то не то ну и ладно и хорошо потому что они же все-таки основу держат мудрость а практика это Агни-йоги так вот они пока теоретики этой мудрости или находятся на одном конце а значит в теософии нет единства только одни слова об этом мудрые слова об единении говорят а на самом деле его нет нету потому что где где этот синтез когда начнется вот мы должны начать этот синтез когда-то правильно ведь зависит-то от нас жители которые сейчас живут в этом мире а не от будущих потому что мы закладываем фундамент мы являемся семенами шестого человечества семена не шестого человечества которые потом в этом человечестве расцветут если мы их правильно заложим эти семена то сами потом мы продолжим расцвет этих семян будучи уже в следующей разе сейчас вот как раз и закладывается вся эта причина так так Вот в связи с этим, что присутствует это учение Махатвы, да, и как осознать, как прийти. Я уже объяснил, что почитание, что из чего вытекает, что мы должны прийти все-таки к ответственному отношению, к жизни. Здесь еще есть очень важная деталь, что мы должны прежде себя понять другого человека. Это очень серьезная мысль для практики, потому что понять другого человека прежде себя, ну это прям какое-то что-то недопустимое, казалось бы, да? Но это так. Это и есть то отречение. Через это отречение мы можем тогда понять другого человека. Ведь все жизнится на свойстве вот этого свойства понимания. Вы сами знаете, если вы что-то не поняли, если вам до конца не довели, то вы всегда находитесь в тумане. Вы не знаете, а что, а как? Потому что ясности этого нет. И вот учение Махатмы, оно дает нам вот такую ясность. Если представить себе основу, которую нам дает тайное имя, оно дает сразу представление. Представление это жизнится нам в пространстве. И вот это пространство бесконечное, которое можно просто обозначить в виде тьмы, но бесконечное. Вот так вот тьма. Абсолютное состояние пространства или абсолютное пространство, или абсолют, или то, нечто со всеми его продолжительностью, со всеми его свойствами, которые присущи абсолютности. Оно находится в своем латентном состоянии, можно так сказать. Потом следующее представление это тьма. и вдруг в ней высвечивается пространство Света. Это явление космоса в его уже зарождении. То есть из этой вот тьмы или в этой тьме появляется Свет. Это выявление Света и называется космос. Круг, белый круг на черном фоне, это космос. Следующий этап. Когда в этом круге, на этой площади, происходит определенное свойство движения, которое подложительностью называется чего-то зарождение, чего-то выявление чего-то, как дыхание этой вечности, там начинается сосредотачиваться и выявляться тот зародыш, который формируется. Это круг с точкой внутри. Это космос, а здесь появляется Вселенная. Космос, Вселенная. Вселенная, когда зарождается в трепете своем и выявляется в виде и, если положить так, появляется человек. Космический человек появится. Космос, Вселенная, человек. Это находится в мире и Духа вне фона. Это потенциальность Великой Троицы. Троица, которая потом, в дальнейшем, будет выявляться в виде вот трех этих лучей основных. Свет Фахат выявляет пространство, а в пространстве являет движение или время. И вот Троица это выявлялась. Вот Троица это проявлялась. Это основа, которая будет требовать четвертого процесса. Четвертый процесс, это в космосе все находится, да? Четвертым будет выявляться эта же структура, собранная в видимом. Это называется единый элемент, единый атом. Это четвертый план, или первичная потенциальная форма, которая называется му-покрытие. Покровы парабрама. и все здесь есть. Вот эта сама точка, она сама в себе лична. Пространство потенциальное присутствует в виде самой Вселенной, и оконечность вот этого окружности представляет собой космос. трое находятся здесь, а потом они начинают по-черезам выявляться. И выявляются таким вот образом как здесь есть, то есть пространство. Но это все по калачатре. Вот эти основы, три самых главных аспекта, которые мы должны усвоить, которые упадают в четыре. Это формула, которой мы можем научиться выявлять абстрактное свое мышление, представление образного мышления. Так начинает формироваться философская мысль философская у нас. Мы можем мыслить как философ. Поэтому древних мудрецов мы в общем это называли философами. То есть они могли это даже оформить слово. Образ свой оформляют слово это философия. А теософия ему не надо это делать. Теософия это от единого свет идет просто и все. Мудрость. Ты светишь чем? Легкостью своего мышления. Оно основано на этих трех явлениях. А четвертый вот этот единый который в себе все содержит это человек. Вот представьте себе наше сознание вот это символ единого сознания парабрама а в человеке точно такое же сознание как из одного океана любая капелька. И оно в себе все потенциально снесет. И вот здесь происходит утверждение самое важное для человека. То есть сформирование этого человек представляет подобным ноги. А значит он начинает уверовать в свои силы божественные и в этом случае его покидает страх. Вот представьте себе теперь пример. я знаю многих которые всегда говорят о страхе. В основном я кружусь в этих кругах гни-йоги и теософии поэтому я очень часто встречаюсь как гни-йоги и в общем-то говорят о страхе. Не страшно инстинктивно говорят. Они даже подумали что на самом деле человек должен избавиться от страха. Если ты гни-йог ты говоришь ты боишься ну как ты подумаешь что ты говоришь над этим словом задумайся страх что такое почему говорят что нужно избавиться от страха потому что он является порождением нашего неведения это же страх который должен исчезнуть когда он исчезнет вот когда мы эту основу осмысливаем исчезает страх потому что мы становимся едиными а это все действия иерархии в нас потенция то есть этого мира духа флифор она есть а чем мы можем выразить через свойства своего ума которое признало ничего не знает ум очищается и первозданным виде он готов созерцать нашу созерцать что действительность мы можем наблюдать за иллюзией движения всех вещей но выбирать то что ближе к настоящему сейчас то что способно ассимилироваться вот сейчас не завтра не поспал а вот сейчас все это и мы тогда находимся в настоящем способными творить будущее и это не становится просто отвлеченной фразой потому что этот аспект происходит от основ учения тогда это все будет пока этого не усвоено человек всегда пребывает в иллюзии а другими словами он пребывает в своем животном состоянии сознания в животном и как-то я говорил огнеёгам они сразу возмущались говорю что животное что нет это же человек так и встать надо мы же для этого и пришли в этот мир чтобы стать человеком пройти эту волну а пришли ты с какого мира животного царства природы которая в нас заложила инстинктивный ум инстинктивную природу восприятия она у нас заглушена волной человеческой волны эволюции для чего чтобы мы все-таки человеками стали а так животное и будем продолжать волну инстинктивного мышления нам нужно интуитивное мышление и опять говорят вот это можно понять развивая свою интуицию вы знаете что интуиция у нас ошибается в учении говорится она не ошибается она ошибается потому что оказывается интуиция воспитывается а воспитывается чем доверием к чему к божественному своему сопричастию в божественной природе и только в этом случае интуиция начинает воспитываться и возить дисциплины необходимы а дисциплины как создаются эти дисциплины принятие закона познание закона и мы приходим в божественном знании знаете что вот эти законы в третьей расе четвертой подрасте они выданы это система система развития сознания человека есть система и труд таймедротерин он систематизирован на вот наше поколение он систематизирован и вот владимир анатолич просто тега пока он эту систему змею сложил на него на них потому что вот сейчас я говорю с вами же вывести это делает потому что не было бы вас я многие бы вещи вам не раскрывал в той форме которая сейчас необходима в данном время назревшие это вы создали это вы приготовились я же только это вы и не более того то же самое можно сказать основателя школы теософии Владимир Анатольевич он он для меня учитель в том смысле что вот я сейчас могу выразить мысль в определенном образе этому я научил это я взял понимаете он то же самое сделал когда мы были в школе и с помощью нас вопросов определенных уточнение качество происходило вот этого воображения коллективно поэтому только можно вообразить образ создания и создается коллективно оно должно быть ведущее начало какое-то которое способно это синтезировать и вот этот синтез произошел при изучении таймер 3 Владимир Анатольевич и он выдал в виде схем вот эти схемы представлены в виде калачатры в виде вот этих схем это уникальная схема ой 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 семи лучевая звезда это как раз эволюция солнечного человечества то есть человек как звезда на самом деле проходя свой путь он должен засиять как солнце и вот это солнечное мамонтало человечества или вот такая схема правда она сильно компьютерная сделана потому что делал другой человек с рисунком Владимира Анатольевича и здесь кое-что перепутал перепутал две стихи два элемента так сказать или вот такая схема вот его схема человек зодиак который символизируется калачатрой развернутой такая же калачатра но она развернутая в виде зодиакального знака и само представление космогенезиса через все наши станции первая вторая третья до самой последней станции первой станции все что-то и вот в связи с этим создана эта система или вот такое схематическое изображение которое показывает нам что зачем идет тоже вот это самое главное высшие четверица так сказать называемая которая символизирует явление мира духа вне форме выявляется в виде парабрамана вот такое рамбообразное явление святая четверица это иерархия которая символизируется созвездия иба и иерархия как раз на кольте все находится это астральный свет который выходит на план на план вещественных образований вот он этот мир дева созвездия и здесь тоже символизирует астральный свет и шестилучевая звезда которая захватывает захватывает вот эту природу и несколько созвездий созвездия у нас идут лесов скорпиона стрельца козерога вот и водолея вот она шестилучевая звезда символизирует вот эту всю природу всю природу до водолей а вот это созвездие которое называется рыбьер это явление проявленной вселенной которое мы видим в ее толком во всех состояниях потому что она сама по себе семерична проявленная вселенная она семерична а мы находимся в ее самом грубом состоянии этого проявления которое мы видим звезды планеты окружающий нас мир двери природа вот это вот все вселенная со всеми видимыми и слышимыми явлениями это мы наш мир вот все вот эти схемки построены конечно каждая деталька она обтачивалась доводилась до совершенства и множество различных схем присутствуют и вот такие схемы еще есть которые уже раскрывают это уже непосредственно деятельность Владимира Анатольевича его руками все это сделано это святая четверица которая является суть человечка и рождение этого человека который за 48 лет появляется в этом мире с помощью сил сана называемая сана копилы и сана сужата эти три силы они духовного потенциала которые в нас и являют свою божественность свойства потенциальные вот такая схема и еще вот схема которая четко показывает сложный такой материал в котором все никак не могли добиться понимание это в письмах Махат описывается как раз все доносили Синец все писал об этом что что такое круги что такое сферы и вот здесь вот такая схема она синтетическая которая показывает различие между кругами и сферами то есть вот эту цикличность и между элементами элементами всей природы нашей солнечной системы как наша вселенная разворачивается ну и все здесь зарождение человечества есть сама схема личности всей природы именно иерархии наших принципов ну и всякие объяснения если вам уже интересно здесь всякие объяснения в различных формах это мы с Владимиром Анатольевичем тут рассматривали одну из деталей как иерархия работает как она разворачивается и что зачем следует так ну и еще одна схемка это уже схема очень интересная это тоже подарок Владимира Анатольевича это то с чего все начиналось это представлена вам хинаяна такая система мандала хинаяна которая в общем-то показывает индивидуальное развитие каждого существа в частности человека и их двенадцатеричный вот этот путь и прохождение показано как что зачем следует движется это кармически вот здесь человек несущий мертвеца за плечами на самой вершине символизирует нам вот этот принцип тигра и новое рождение то есть смерть и рождение вот тигр так себе несет с прежнего круга он несет прежние впечатления а не мертвые уже за спиной а разворачивает и рождается на новый круг новым человеком и вот знание духа это первое что рождается от приобретенного опыта и новой волны этапа новых знаний на новый виток эволюции получается тигр заячика так вот знание духа разворачивается вот здесь тут показано если разбираться внутри если мы посмотрим природу ума то здесь показан сознание кабан змея разум и черепаха петух вот самое главное петух это логос или слово речь другими словами значит речь ум или разум змея которая показывает и сознание вот эти три свойства которые определяют развитие человека как сознающее существо и опять же троица представлен потом нам говорят я буду в свое время говорю что нужно правильное мышление правильное действие и правильная речь вот она как раз здесь и символизируется центральной точкой что на правильности находится то есть здесь центральная точка которая излучает вот эти направления которые позволяют нам через луч этого пространства подняться по лучу центру подняться из каждого луча каждого своего года рождения кто где родился мы можем придти к единому к пониманию мысли божественной пониманию для чего созданы все вот суть учения махат основа но получается так что начинают дробить и опять же говорю дробят только потому что это мой путь потому что чтобы дойти до своего пути надо познать свое высшее я тогда я могу сказать вот это мой путь я могу сказать надо надо дойти надо дойти до этого тогда ты скажешь а то ты еще не дошел уже говоришь я знаю как ты можешь общаешься голос безмолвия в тебе говорю интуиция твоя такая совершенная стала когда не позволяет ни одной ошибки случиться силу твоего менталитета который я знаю ограничен значит ошибки будут всегда так ну вот и схемечки такие поэтому если человек отделит себя и скажет вот я только знаю да или я там вот учитель я авторитет которому вы должны соподчиняться то это от лукавого потому что сразу же человек отделяет себя от человечества он сразу себя отделяет почему ты авторитет у другого сразу заявил почему ты авторитет что такое в тебе а другой да идолопоклонство это нас предупреждает что идолопоклонство должно быть мы все-таки люди все грешные поэтому здесь пришли сюда и пытаемся в общем-то эти грехи свои в общем-то вычистить и вырвать корень этих грехов то есть вот это неведение и стремимся каждый к познанию но не надо удобным делать для себя учение в учении Агниеве сказано не делайте пилюры для себя или сладкой конфеткой тогда не надо его делать таким учением потому что как правило бывает я вот почитал и мне легче стало ну что это такое ты почитал ты почитал для чего чтобы исполнить а тут легче стало почитал и ты должен зарядиться этой мощью оно питает наше устремление питает питает и питает устремление понимаете а потом мы можем сами себя питать когда научимся исполнять указы и вот это вот самое тяжелое когда человек не пробудил свое сознание исполнение указа исполнять указы мы должны всегда на сто процентов девяносто девять и девять десятых и еще множество нулей там напишем всяких разных не работает не работает понимаете это все называется половинчатостью шаг вперед два назад то есть натирание полов поэтому на сто процентов исполнять указы указы даются в огне йоги в каждой шлаке только в одной из шлок там не написано указ вот указ не написано люди не видят указы читая огне йогу люди не видят указы удивительная вещь но это факт они правда не видят потому что сознание не пробудилось поэтому и не видят оказывается в тумане можно находиться даже сопричастным к литературе ты читаешь а ты в этом тумане почему вот сознание не пробуждено а почему не пробудилось а нет почитания и нет любви к истине истинной любви к истине нет и поэтому человек всегда за пазухой тараканов прячет прячет что прошлое ностальгирует о прошлом это-то и не позволяет ему на сто процентов исполнять указы это очень сложно очень сложно их исполнять но другого выхода нет когда возникает подвиг когда он готов на подвиг когда действительно выхода другого нет и он осознает что пан или пропал поэтому говорит лучше любить королеву ну а там грабить банки да что там помилочить лучше по серьезному заняться либо ты черный либо ты белый ты определись а то как происходит многие течения которые присутствуют они как вот эти вот рыбы прилипало к этому общему судну прилепятся со своей идеологией и вроде я с вами вот такие да очень много таких людей я с вами вот и все нормально и тут же как только возможность какая-то появляется он раз и свою эту тупенькую идейку и проталкивает внося раздоры и разъединения он-то думает нет он свет несет но ты тогда и скажи ты пришел с каким учением ну искренне и скажи что ж ты там мелькишишь сам в себе лошош другими словами ты скажи да я вот такой и вот я считаю что вот оно и объединит всех давай тогда разберемся об основах на чем оно жизнется где твой фундамент давай вот так поговорим по серьезному да откровенно нету этого откровения потому что нет основы а есть умозаключения которые мне близки но чему в тебе близки старому мышлению привычному мышлению основанно на определенных каких-то своих путях которые рельсы прокинуты уже давно привычным мышлением человечества ты просто их в логику выводишь свою приспосабливаешь для себя и все и как только ты вступаешь в общую какую-то среду ты становишься резонатором то есть ты начинаешь разъединять невольно своим присутствием потому что в тебе присутствует эта мысль которая доминирует в тебе что она главная она великая ясотая мысль и ты надменнее становишься ты начинаешь судить других а это уничтожает гармонию мгновенно то есть оккультную силу которая бы объединяла как магнит ты начинаешь ее дробить сразу и люди мгновенно опускаются в свое привычное мышление а привычное мышление это какое реакция точно такая же его судить давайте выгоним давайте вот он ты начинаешь на его же волнах низкой частоты работать поэтому единомышленники должны на основе и основа пойдет как волны пойдет по человеческим мышлением основу подвести вот Елена Петровна непризнаваемая никем как и последующим Елена Ивановна Николай Константинович все их канавлями отнесли всех как и Толстой или Легине то есть все они неудобные неудобно усвояемые потому что не соответствуют стадо мышления привычного другими сторонами что такое стадо это привычный ход группой мыслей то что сейчас волнует их страстную природу я хочу кушать вот он стадо от чего идет а значит я вот на тот лук и пойду и вот вожак там и не все поэтому там и в Библии говорилось про того что водителем становится постук чего ведет кого куда вот этих овец а сам главный отца так сколько у нас тут времени потому что время требует качества качество восприятия данного сейчас мгновения и время является великим учителем поэтому вот есть книжечка она так и называется Владимир Анатольевич Вечность Время Богов Вечность Время Богов Что значит время у Бога это продолжительность определенной цикличности в этой цикличности проявляется время Богов то есть они мыслят категорию Вечности которая сформулирована и вычислена числом 311 040 и еще 9 нулей такой возраст мадмандары да вот этими категориями мыслит мудрец или учитель или махатма этими категориями и к этим категориям мышления приучают нас через основы данной Елены Петровны подводят нас махатмы человечества выявляя этот закон так мы вот этот закон и должны познать когда его познаешь тогда некого осуждать некого а ты начинаешь понимать что это ты невежественный это все в тебе и от тебя зависит и поэтому основа просто необходима вот давайте сейчас если есть возможность может у кого-то потому что я говорил как раз учение единое махат может какая-то мысль есть может какой-то парадокс присутствует или все так и есть все принято сразу мы же разные все ага давайте если мы говорим о сознании сознание мы еще как мы понимаем мы еще не достигли того но мы в жизни все время говорим что подсознание низкое невысокое у людей у каждого есть какое-то сознание что это за сознание это же не то о котором вы говорите которого мы не достигли тогда что же это за сознание о котором мы говорим среди людей сознание которое иллюзовно само по себе то есть это сознание бессознательность А есть самосознание. И поэтому самосознание это связано с тем, что вот я природу вещей понимаю. А что меня привело? Вот это основа привела меня к чему? Чтобы я проникал в сущность вещей, чтобы я познавал шумию, называемую в буддизме, или пустоту. Пустоту чего? Вещей. Чтобы я их познал. И тогда у меня не будет страсти к овладению какой бы то ни было вещи, потому что я понимаю ее пустотность. Поэтому если она есть, я использую ее. Если она пригодилась, вот и сейчас мне пришла, эта вещь я использую. Но я не желаю, я не трачу силы на то, чтобы овладеть вот этой вещью, во что бы ты ни стал. Я понимаю ее пустоту, но как только к делу что-то соотносится, то она может прийти, и я использую ее для того, чтобы разумность какой-то, порядок установить. Красоту утвердить в этом мире. Вот для этого вещи и существуют. А не для того, чтобы мы тратили свою силу на то, чтобы обрести эту вещь. Это называется обыденное сознание. Вот в основном масса людей. Бытовое. Бытовое. Обыденное, бытовое. Или привычное. Вот о привычке, поэтому и бороться надо с привычками. И тогда наше сознание будет очищаться, оно начнет утончаться и расширяться. И становиться пластичным до вмещения беспредельного. Вмещение этой пустоты, которая есть все. Давай, Григорь. Значит ли это, что когда сознание становится осознанным, или человек сознательно начинает действовать, или мыслить, или достигает сознания, в этот же самый момент он становится бессмертным, или познает эту сущность бессмертия. Как написано в Агни-йоге, лишь сердце дает бессмертие. Вот если можно уточнить именно эту траекторию движения бессмертию через осознание сознания истины? Ну, в буддистме об этом очень хорошо рассказано, в этой системе. Я сейчас попробую открыть суть. Вот, знаете, в центре колеса времени у нас шестилучевая звезда, она символизирует вот это сердце. Символизирует сердце, и вот это тепло, вот голубой цвет, это символ чистой души. Вот Махатма – это чистая душа. А он оперирует, конечно же, сердце. Сердце – это чувство знания, само по себе сердце. Чувство знания, чувствуешь и знаешь. Но чувство чего? Духовного нашего естества. А духовное естество, оно где находится? В накоплении нашей чаши. Мы накапливаем опыт, накапливаем психическую энергию определенного качества. То есть огненную природу в себе или огненное тело мы творим качеством психической энергии. Эта психическая энергия, вот как качество, в своей чистоте, она говорит, что чистая мысль человека, правдивая, альтернистическая, она, собственно, и дает вот эту сердечность, называемое чувство знания. Но у человека присутствует еще духа разумения. Свойство духа самого. В зерне своем несет всю память. Чего он не память несет? Божественной души. Божественной природы. Анимамуни. Вот этой души, в которой все записано. Там вся программа. И эта вся программа есть мысль божественная. Она и есть тайна. И вот эта тайна находится в духе. Дух это духоразумение, свойство такое. Когда открывается сердце, то есть, что такое открытие сердца? Она открывается альтруизмом. Понимаете? В этом альтруизме ты всегда работаешь на отдачу. Вот это свойство и есть сердечности. Оно всегда отдает. Но чтобы отдать разумным, для этого нужно пробудить дух. Дух символ духовного сознания. Дух это сознание. Дух это самосознание. И когда мы пробуждаем этот дух, память этого духа, то тогда наше самосознание разумно. И вот эта разумность, чувство знания, опытом земным, приобретенным, потому что сердце, это опыт земных всех воплощений. То есть опыт проявленных миров. Вот этот опыт, как мудрость, соединяется с духоразумением, и тогда мы творим разумной волей. Эта воля дисциплинирована. Вот поэтому нужна дисциплина. Для этого нужен опыт земной. И тогда, с учетом синтеза, происходит объединение духоразумения, чувства знания и кондействия нашей самодеятельности или творчества. Вот так человек становится творцом. Творец, творец. Вот змея, закусывающая свой хвост, это программа. Программа самой идеи или мысли божественной, которая до дня будь с нами, она закусилась змеей, временем или разумом, который жизнится на цикл личности и который проявляется как время. Вот это на определенный цикл змея закусила хвост. Там находится идея. Покуда мы не бредем, не раскроем сердце свое, и духоразумения в нас, посмотрите, сердце, символ сердца земного, это черный треугольник. Вот, черный треугольник. А вот это та мудрость накоплена, но она синтетическая в силу того, что духовный треугольник, вот он, духоразумение, а вот чувство знания, они приводят к синтезу. Синтез – это объединяющая мощь, и здесь показаны четыре пламени и три принципа. То есть четыре аспекта и четыре принципа. И три принципа. Три принципа символизирует атма-будхиманас, или духовное сознание. А природа стихийная, или чувственная природа, это аспекты тел, через которые, или с помощью которых, это сознание духовное способно проявиться. И так человек становится монадным. Монадный человек, который этот синтез произвел в себе. Это монадный человек. Поэтому, Елена Петровна говорит, вы знаете, сколько мертвецов двуногих ходит по миру? Если бы знали, вы бы ужаснулись. А это что за люди такие? А это вы в большей своей массе безмонадные. Как только соединение произойдет, мы становимся монадными. То есть, под лучом мудрости мы становимся. Вот что такое монадный? Под лучом света. Мы просветлели. С силу этого мы стали монадными. Но монада истинная находится не на нашем плане. А лишь только свет ее достигает в нас. Она сама не действует, не участвует. А свет ее работает. И этот свет есть наш луч, который принадлежит каждой определенному лучу. И эти определенные лучи нам символизируют здесь нет, вот здесь нет. Вот это семилучевая звезда, которая, в общем-то, человечество ей делит на семь раз. Делит на семь категорий своей лученосности. Мы разные, мы как бы с разных планет здесь присутствуем. Планеты здесь, вот Марс, Питер, это Сатурн, эти разные планеты символизируют нашей Солнечной системы. Вот оно, Солнце основное, которое доминирует всегда, и которое эти все планеты или свойства, или Солнца, или духи планеты. Духи планет, они сами по себе несут вот этот свет. Они его импульс дают этому свету. А уже приходя и привнося к Земле этот свет, раздвиженный планет, свет, они создают химизм в лучах. Потому что облекаются в какую-то другую сферу нашей Земли, у нас она семиличная, и где-то как радуги отражаются, и цветом или химизмом покрываются согласно сознанию человечества различных групп сознания. И каждая группа сознания, она отождествляется с этим светом, и у него появляется смысл общесуществования. Так жизнь продолжается на Земле через сознание, которое воспринимают бессознательно, либо сознательно этот свет, излучаемый духами планетарными. Их называют солнечными, потому что он вначале обретает планету, через эту планету эволюционирует дух, и становится солнцем. В итоге каждый дух должен стать солнечным, и такое солнце. Это особое состояние тела, в котором может присутствовать и эволюционировать дух, будучи бывшим планетным духом. Потом становится солнечным лоха и создают свою солнечную систему. Так вот работает оккультная природа. Вот эта лученосность, она относится, мы если посмотрим на шестилучевую звезду, то мы увидим, что здесь присутствует семь основных этих свойств лучей, которые отождествляются с шестью направлениями пространства. Каждое направление пространства соответствует какой-то группе людей, которые рождены вот в этом направлении. Вот десять принципов в этом направлении пространства рождены. И они соответствуют вот этому лучу Марса. Одна треть, вот видите, вот она, одна треть круга. Дух, Марс символ, вторая категория одной третьей колеса времени Будхи желтым цветом выделено. И вот третья категория это Манос. Здесь символизируется пространством Луной, само пространство Будхи, новости света. А Венера символизируется одна треть направления пространства Венеры. И захватывается всегда, если вы заметите, то одно состояние переходит в другое состояние. То есть одно созвездие в другое созвездие переходит как мужское и женское в единстве этого направления пространства, которое символизируется десятью. Вот десять это круг с диаметром внутри. Символизирует один. И круг символизирует ноль десять. И эта десятка проявляется на каждом плане. Поэтому пятилетки, которые были в советское время, вы знаете, они как раз работали вот к этому принципу. Бессознательно их вели. Бессознательно. Вот бессознательно импульсное восприятие этой энергии. А давай вот попять, здорово будет. Пять лет самотолб. Откуда взяли? Кто там был? Теософ. Нет, мысли просто было. Кто-то ее раз схватил. Давай попять, интересно будет. Пятилеточками мы сейчас начнем революцию нашу, прогресс и все прочее. А на самом деле все оказывается по этому закону великому и есть. Когда мы сознательно приступаем к этому закону, то один эффект качество. Качество оно привносит реализацию этой великой гармонии. Мы реализуем гармонию в этом мире. А если бессознательно, спонтанно, нет четкости, нет ясности, все в тумане ходим, потому что, ну не знаю, ну пятилетка говорят, ну и что, ну цель-то? А цель говорят, коммунизм. А коммунизм это вот солны. Идею спустил и все, луч. Все говорят, коммунизм. А им надо знать детали. Кому не знаю, что завтра будет, а что через пятилетку, там что придумаете еще? А вы скажите на круг тогда, если вы уже говорите о великой мысли вот этого совершенства, человек будет знать. На 60 лет программа нормальная, принимаем. Вот у пятилетки что-то скромно. Видите, поэтому нужна Махаяна. Великая колесница нужна. Нужны основы, чтобы человек знал. Тогда он не будет в тумане, тогда он будет понимать. Ага, а что ты говоришь, минуточку? А что это за идея? А дальше куда она упрется? Нет, давай-ка вот это развернем пополнение и посмотрим. Ясность будет, народ будет понимать. Все, прогресс пошел. Сознательная будет тогда жизнь. Вот к этому братству и сознательность, и самосознание и призывает учителя человечества. Вот идея такая интересная. Вот у нас осталось как раз 6 минут, Евгения Михайловна и ответил. А суть-то всего, когда подходим к этой Махаяне, сердце и дух разумения, чушь познания, когда соединяются, человек становится бессмертным. В силу ничего. Да потому что он творец. А творец это продолжительность. Он живет в вечности. Этими понятиями вечности, вот этими законами вечными он начинает жить и все. И он становится тогда вечен, бессмертен. Такая идея в связи с этим мысль такая. Когда Владимир Васильевич говорит о том, что чувство знания это черное пухгольник, а духа разумения это берут пухгольник. Мы в соответствии с сердцем и в осознании бессмертия, что сейчас было сказано. Есть такая мысль в йоге. что кристалл сердца белый. Все лучи, которые окрашиваются, все все лучи, это его корреляция с светлой. Белый или прозрачный он практически не существующий. Так вот духа разумения белый пухгольник это и есть кристалл сердца, несмотря на то, что это не есть чувство знания. То есть чувство знания как сердце, как чувство наше это черный пухгольник. А кристалл как сердце или зерно, он белый или он прозрачный, или он несуществующий. Идея мысли сейчас такая, что как только человек из своей личности переходит в индивидуальность или начинает мыслить или творить, он исчезает. И мы не существуем, человека. и только тогда он становится бессмертным или он тогда приближается к кристаллу сердца или становится прозрачным или несуществующим. На самом деле я тут чуть-чуть уточнил. Иген Ирханна имеет ввиду то несуществование это он стал всем. Он растворился во всем. И он стал этим белым, прозрачным этим лучом. Это бессмертие на самом деле и есть состояние полного просветления, полного освобождения. в буддизме называется Буддой стал, христианский Христом стал. Это символ того единого луча. Вот сейчас если не сказать Блотника Шамбала он представляет собой белый луч. А призма расходится на все группы сознания. И коррелянция электричества другими словами этих токов оно приобретает определенные цвета. Их семь цветов. Семь групп сознания называемой семь цветов. Они просто растворяются так, но когда к единому приходят то есть вот эта семеричность она создает в гармонию вудет все центры. Поэтому говорят, что только в 30 лет если по колесу законов посмотреть в 30 лет то как раз напротив зайца находится петух. Вот 30 лет в которые мы попали. С этих 30 лет человек только начинает и только в нем сгармонизировались центры. То есть они способны работать как бы гармонии своей. Ни один центр там не выделяется. В 30 лет начинают работать. И вот этот уникальный год он как раз позволяет то что вот этот принцип зайца знания духа будут проявлены силой петуха мандрика шахты то есть началом гармонизации всех центров. Это очень важный момент. Мы попадаем даже по колесу времени то есть это же Махаяна не забывайте что это не только наша солнечная система работает. Весь космос работает. вся вселенная работает. И мы попадаем годом своим в эту вселенную в эту идею. Вся вселенная выстраивается. слышали знаете парад планет происходит. Уникальный случай когда все планеты выстраивались в один ряд. То три то четыре то все вообще выстраивались в один ряд. Это говорит о чем? Это говорит то что наша солнечная система вместе с галактиками вместе со вселенной работает в одном вот этом дыхании. Единство всех гармонизаций центров центров вот этой природы духа выстраиваются все в один ряд. И поэтому начало нового цикла начинается. Вот это начало нового цикла это начало космического человека. Вот начало какое очень важное происходит. В животном мире происходит свое начало. Они тоже начинают пробуждаться эти принципы разумного существа. Принципы пробуждаются. Они выходят из латентного состояния. Для них тоже необычно приходит. Поэтому они будут исчезать с планеты Земля. Поэтому сказано. Потому что их деятельность уже перенесется на другую планету они станет человечеством. Здесь они не будут. Так ну ладно у нас время уже подошло к концу. Два часа. первая часть вопроса обеда. Такая просьба. Так как мы находимся не просто на семинаре лекции, а это школа. То если вы хотите что-то откомментировать, сказать свою мысль, то поднимаем руки. Тогда ведущий будет видеть и не будет такого хаоса. Можно сейчас по первой части потому что было вам представлено либо задать вопрос или сказать свою мысль комментарии и так далее. И можете говорить где-то что-то не согласны в чем-то тоже мы разберем к синтезу приведем мысль. Дмитрий Простите, можно последний вопрос? У нас есть некоторые последние не надо. У вас много еще будет. некоторые книги изучающие но они не признают коммунизм. Объясните что такое коммунизм. само слово коммунизм коммуна в общем-то в принципе тут ничего такого нет. Дело в том что видите я в принципе откуда вы решили что они не признают коммунизм. Они аргументируют чем? общаюсь на них. А чем аргументируют они сами? Они чем аргументируют и нет какой коммунизм какое будущее вот весь аргумент сознания и кто такой Ленин понимаете? Ну дело в том что кто это говорит у него просто не было пробуждено сознание с одной стороны а другими словами они не имеют почитания у них нет значит не родилось сознание значит они не могут учиться просто это люди которые не родились еще они пока еще в куколке находятся собственных предубеждений но уже как бы на волне в основном это менталисты то есть люди которые интеллектуально забили свои чувства сердца и как правило они потом такие вещи говорят которые собственно не соотносятся если человек чуть-чуть уважает то учение которое читает потому что надо в связи с этим учением тоже есть такие вещи сама книга когда я беру в руки то это же предмет почитания вот колокольчик стоит я тоже его также точно почитаю этот предмет потому что он символ высочайший колокольчик любой символ величайший потому что он издает звук а звук это оккультное свойство силы созидание без звука ничего не произойдет звук свет свет это оккультная природа поэтому что тут нужно сказать только единственное что человек пока еще не пробужден значит ждет бревно по голове ну врачей не же все сказано так ну что давайте сейчас на перерыв скажите вот вы говорили о дисциплине да ну там принятие вот закона на это скажите а какую вы относите вот роль воли воли вот дисциплине вот потому что как только человек решает допустим что-то изучает уже калачакру да тут же появляется очень много отвлекающихся людей которые водят человек много соблазнов которые не дают много таких факторов когда у человека возникает состояние познать что-то новое вот роль воли роль воли она однозначно очень важна у нас воля сейчас пока соподчинена низшей природе исполняет ее так сказать вот эти спонтанные явления она сразу исполняет воля сама по себе она вот исполнитель свободная воля в этом и присутствии она свободна этому исполнить любое указание чего разума значит волю надо воспитать сделать разумной тогда она будет только разумность и являть не будет на поводу учувствовать то есть вот этой природы нашей ниши а будет разумно распределять и соизмерять и распознавать эта воля научится потому что она будет разумной вот если взять сам фахат вот эта энергия вот если учиться это фахатическое свойство работы энергии которая связана с эволюционным процессом вот энергия которая в себе несет эту мощь жизни которая должна проявиться и чтобы проявить эту мощь то на первом плане встречается вот этот план с которым проявляется мощь вот фахат пошел вот здесь он формировался этот фахат и его действие пошло пошло действие фахата и вот он создал иерархию божественных существ согласно выявил эту иерархию и при этом стал разумным фахат это и есть высшая божественная воля которая на определенном плане становится разумной если мы смотрим с человеческой природы то в нем то же самое когда он признает иерархию а в нем возникнет чувство почитания и любви кристи вот вот эти свойства потому что человек чувствующий существ когда вот это все возникнет то соответственно он начнет волю свою делать разумным дисциплинировать ее потому что почитание дает то что он может исполнять указы высшей воли иерархии и в силу этого он дисциплинирует себя становится ответственным в этой дисциплине соизмеряет все и приводит к единому а к единому чему гармонии мира едино это и есть гармония и вот к этой гармонии что-то и приводит друзья если есть необходимость сделать перелив давайте тогда вы можете задавать любые вопросы большая просьба отключить мобильные телефоны большая просьба когда у вас есть мысли что-либо откомментировать или задать вопрос или ответить на какие-то пожалуйста поднимайте руки хорошо спасибо у нас семинар проходит в виде школы школы это название вы знаете еще со школы скамей да вот школы приняты вот эти все правила они просто дают возможность базара чтобы не было вот и тогда будет все нормально да прошу ну я с этим календарем в общем-то не знаком но у меня то есть у меня как-то вы когда говорили вроде такая мысль появилась что я значит могу по этому календарю узнать свой путь скажем так да свой путь правильно я поняла а я что для этого должна значит я понимаю изучить начало и свой день рождения да там найти да а потом уже по этим идти да спасибо может вам сразу вы с какого года рождения я с 44 44 у нас обезьяна синяя обезьянка синяя этого года крест ее тигр синий напротив называется ответная радость это ваш крест жизни я сейчас вам покажу да вот синяя обезьянка ваша энергия желтая это будхи или меркурий планету но это ваше воплощение ваше физическое образование то есть тело со всеми семьей своими выродились все представители на земле теперь есть специальная система изучение обезьянка здесь мы приходим к другой обезьянке красной и находим себя ваша энергия фиолетовая вот ваш луч да мне говорили что фиолетовая ваш луч который символизирует луч пространства лунные или самого пространства вот пространство вы можете воспринимать пространственно любую идею пространство лучше такое свойство пространство это, прежде всего, в нем собирается звук, вибрация. У вас может быть потенциальная способность слышать глупость безмолвия. То есть слышать интуитивность вашего высшего Я. И услышать возможность. Но этот слух, он просто пространство понимания у вас возникает. Сразу бам, понимание. Вибрация сама этого звука, ее вы не слышите, а как ответ понимаете. Все, прошу, кто еще? Меня можно? Пускай дамы. Я не вопрос сказала, только хотела свою очередь посмотреть. Можно? Точнее, давайте. Тоже посмотреть с полгода можно? Да. По 83-й. 83-й кабан, черный, вот сознание, да? А день? 17 мая. 17 мая. Май 17-е. Так. Мышка. Неделя. Мышки ловнены. А сегодня день такой, как это рождество. Да. А год рождения, кабан. Мы смотрим по кабану, да? Черный кабан, мы приходим к синему кабану, а они тоже лучше пространство. Вот, я это знала. Поэтому я и решила спросить, потому что подумала, что мы даже здесь думаем. Мы тут рядышком так решили. Теперь, а вы, пожалуйста, как зовут, говорите? Николай у меня зовут. Николай, я очень приятно. Нет, извините, у меня не вопрос, но я пока один. Ну, только один пока. Вот, да, вот, значит, три огня, да, значит, если я три огня, от Овна, Льва и Стрельца. Имеется эта точка и Желтую Змею, номер 3, там, ну, или, если... Потом Тельца, 23 номер, и Петука, 43-й. Вот, ну, это как бы треугольник получается, да? Начинаем от Змеи. Да, 3-й, да, 3-й. Быку и... И 43-й, Петуха. И Петуха, треугольник, да? И что? И от них восьми дневки. Что это за восьми дневки, как их использовать? А, это исчисление дневки. Да, от вершин, да. Нет, вершин, я восьмерки потом ею восьми дневки, да? Вот, вы начинаете, допустим, с сегодняшнего дня. Так. День у нас огненной выше. Так. Одна восьмедневка, вот она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она заканчивается здесь сегодняшним днем. И потом мы переходим. Мышка должна быть, да? Ну, мы мыш... А, следующий бык будет. Бык. Мы переходим сразу на быка желтого. Вот земля. И начинаем здесь считать восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Заканчивается следующий петушок. Мы переходим на петушка. Следующий день, да? Нет, петушка восемь. Заканчивается дракон. Змея начинается. Мы переходим на змею. Получается следующим образом. Смотрите. Всегда начинается день какой-то восьмедневки. Начало всегда в огне, в середине огня. Смотрите, здесь три огня. Один огонь, второй и третий огонь. В них начало всегда в середине. И пошли мы, дошли до земли. Земля здесь, она перемещается на следующий принцип. Землей в самом принципе. Желтая, видите? Желтая здесь была. Желтая становится в огне. Земля в огне. Поэтому начинаются дни всегда так. Земля в огне становится землей в огне. Потом, следующая. Земля в огне становится землей в огне. То есть, то, что сокрыто. Раз, два, три. Становится потом, через пять органов чувств. Два или пять восприятия человека становится очевидной или ощущаемой в огне. Вот восьмедневки так ведут. Один огонь, второй огонь, третий огонь. И в каждом огне посредине вот так начинается исчисление. Восьмой день от первого исчисления имеют всегда одинаковый луч. То есть, если вы идете от желтой змеи, это луч к Марсу, восемь дней считаете, и у вас повторение луча. Какой-то смысл. Да, вот еще повторение такое. Какой-то смысл заложен восьмидневку. Смысл. Переход. Восьмерка символизирует беспредельность. Перпепи-мобиль это, да? Вот. С этой позиции мы подходим не по-человечески, а мы подходим эзотерически. И поэтому эти цифры восьмедневки, они так устроены. Восьмая всегда себе имеет следующий этап. Так, еще кто? А, да, да, прошу. Я тоже, как бы, сессия Календаревна. Как зовут? Елена. Елена. Я знакома, я хотела прокомментировать. Я хотела коротко, может быть, вы прокомментируете, чтобы нам представление как бы иметь. Вот как вы сказали человеку, как бы, луч там какой, и восприятие своё изменение. Это уже будет не вопрос и ответ. Это будет определенная тема, которая тоже предусмотрена. Я вам тоже это буду показывать. А пока, вот, давайте, смотрите, прошло два часа. Школа. Вы сейчас отдохнули, да? У вас что-то должно там возникнуть, какая-то ваша мысль. И ваша мысль должна возникнуть вот как это, как это, как это. Не потому, что так вот это вот здесь. А в силу того, что вы в себе синтезировали с учетом того, когда была тема представления учения Махат. Вот на этой базе мы сейчас должны сконцентрироваться, в основном здесь. Потому что все такие вопросы, которые вот луч там, это уже, это уже, это потом. Это потом мы объясним эти вещи. Я буду вот к этому прилагать усилия. А пока давайте вот сконцентрируйтесь на то, чтобы вы сейчас как думаете? Вот учение Махат, вот одно учение, вот там огни, вот там ещё что-то. Потому что это очень важно. Это надо понять нам, вот это изначально, чтобы потом приходить к вот этим вот деталям. У меня вот есть вопросы. Я в мысли дня, как-то прочитала интересную фразу, но помню мне только как бы вторую половину. Вот о качестве восприятия человека. То есть вот это качество восприятия, оно произведено очень высоко. И оно относится как бы к нашему духоразумению, чувствознанию. Или это и то, и другое. И вот о нём там рассказывалось в превосходной форме. Если человек обладает этим качеством восприятия, то многие врата просто откроются. Ну, здесь никакой тайны нет, да, в принципе. Потому что есть градация качеств сознания, о которой говорит Николай Константинович. И вот самое то высокое, это культура сознания. Символ культуры вы же знаете. Это вот рук, символ культуры. Вот знамя веры, вот она культура. А в нём наука, искусство и религия. Культура – это всеобъемлющее, которое вмещает в себя все потенциальности духовного человека. Поэтому и качество его совершенно иного свойства. Это качество распространяется на всё, чему бы он ни прикоснулся, такой человек. Потому что он умеет слышать, да, и действительно понять, что говорят, проследить за мыслью. Он уважает человека другу. То есть вот эти четыре принципа основ действий наших, как раз четыре канула. Иерархия, деление, соизмеримость и канонам Господом Твоим. Это суть и есть. Потому что канон Господом Твоим – это культура. А три составляющих – это иерархия, единение и соизмеримость. Соизмеримость с этим всём, с искусством, понимаете? Иерархия, высшее начало, иерархическое – это почитание, это сразу, ну, больше, больше, чаще. И всё это будет в кольце вечности, говорят. А сознание культурно вечностью мыслит. От вечности. Поэтому и качество его и новость, высочайшее качество. Так, ещё у кого вопрос? Ещё можно вопрос? Это нужно, как бы, по эпохе спросить. Можно назвать круговые колеса времени, как эпоху, и тогда пять принципов эпох. По 432 года. Что это, значит, 432 года? Каждая эпоха исчисляется числом 432. А как она получается? Ну, это 60-й, если нет, или другой совсем. Это говорится о подрастах. А, подрастах. Вот существуют подрасты. И 432 тысячи лет. А, тысячи. Вот они, каждая подраста. Нет, не тысячи, а 432 года. Вот каждая подраста, она существует в такой период времени. Мы должны проживать. В первом томе Тайной Доктрине, в первых станциях, дано и циклы исчисления. Манвандара, Маха Кальпа, Кальпа, Горгин Брамы и так далее. Если вы откроете, то там есть ответ на этот вопрос. Эти детали, которые вы взяли, по-моему, с беседы Владимира Анатольевича. Конфессию, да. Вот это вы взяли. У вас, видите, получилось вырвано из всего контекста. Но суть вот этих циклов, она как раз и обозначает каждым принципом. Вот если мы вошли в эпоху Водолея, то мы идем отсюда. И как только перешли мы к этим границам, черная лезьяна, белая коза и белая лошадь, то мы входим в эпоху Водолея. Здесь вошли. Здесь непросто вам даже сейчас это нарисовать, потому что много компонентов, каких я должен рассказывать. Но что вы все равно не поймете в этом случае. Это надо углубленно изучать и последовательно. Вслед за текстом. И тогда вы приложите. А сама эпоха Водолея, вот она, эпоха Водолея. Водолея здесь находится. То петушок белый, обезьянка черная, белая и коза желтая. Она символизирует вот эти как раз всю эпоху совместно, тремя принципами, как подрасы. Одна в другой проявляются. Это антропогенез еще надо включить. Первый том и второй том. Вы тогда бы расскажите, готовится ли к изданию вторая часть, не вторая часть, а та же самая вечность, да, длинный волос? Готовится, готовится, да. То есть с дополнениями. Я бы так сказал, с более расширенным представлением. А где ее можно будет достать? Вот тайная доктрина, доставайте ее. Нет, вот что? Тайная доктрина у меня есть. Вот я вам про эту книжечку скажу, да? Да. Она очень великолепная книга. После того, как вы изучите тайную доктрину. Когда вы начнете с нее, вот вы начнете с нее, да? Здесь единственное, что можно взять для осмысления, это история Калачатова. Или троицы. Андрея Рублева, когда расшифровывается, вот это троица. Здесь несколько статей можно взять, да? Для того, чтобы, так сказать, они не такие уж углубленные эзотерические, их понять можно, да? А все другое, что здесь дано, это только можно понять после того, когда вы тайную доктрину изучили, да? Хотя бы основу себе создали. Тогда вы начнете ее изучать, вы поймете и приложите ее, так как вы можете уже разумно прилагать. Это сюда, это сюда, так, ага, здорово. Понимаете? То есть у вас тогда не будет это просто ментальным действием. А оно уже будет связано с вашим чувством, переживанием. Потому что когда будете изучать тайную доктрину, вы будете сопереживать тому процессу, рождению в вас вот этого интуитивного мышления. И после этого вы берете уже этот труд, и тогда он не будет ограничен нашим ментальностью, а будет синтетическим, понимаете? Поэтому все выдается не так-то просто. Книжки вышли, а меня сейчас постоянно беспокоят по поводу того, что там написано. И такое говорят, что думают, что, господи, где же они взяли это? В этой книге просто этого нет. Знаете, вот эта надумка, потому что нет основы, я опять возвращаюсь к основе. Основа – это очень важно. Тогда от этого и начнется все. Не надо верхушки хватать. Это может обернуться искажением до такой степени, что потом начнется совершенно другое направление. Это будет падение. Страшное падение. А вы в предисловии или введении указывает во втором издании, будете указывать основу, основу, и для того, чтобы продолжать изучение этого? Я никто в этом плане. Нет, я не имею в виду вас конкретно, а в общество тех людей, которые работают на втором издании? На втором издании? На втором издании, кто работает, они засекречены. Вообще на втором издании работал Владимир Анатольевич. Да, он его сделал, там просто надо напечатать. И вот они сейчас занимаются его изданием. Я понимаю, что они должны там где-то предупредить что-то. Да, но я вот не могу им советовать. Потому что вот иначе очень трудно. Я же 8 месяцев каждодневно все читаю и читаю. Я же говорю, вы не то читаете. Ну, я читала тайную доктрину, не читала, а изучала. Вот, изучать надо ее. И тогда вы увидите, что все, что здесь было, понято, оно все сюда перенесено. А тайную доктрину возможно изучать не в школе, самостоятельно, да? И какие тогда рекомендации? Можно, но это длинный путь. Просто можно, да, изучайте на здоровье, но вы придете только к самовозвеличиванию, не более того. Потому что это будет однобокое явление. Вы сами с собой, понимаете? Вы сами с собой, вы всегда, вы можете не найти аргументов. Каких? Ну, для вас все будет нормально. Как понял, так вот и нормально. Понимаете? Не будет другой, другого взгляда. Ведь что дает нам коллективное изучение? Что представление об одном предмете, вот если я поставил вот этот колокольчик, да, вот вы будете рисовать его вот отсюда, а вы вот отсюда, а вы вот отсюда. И в то же время я здесь сижу за столом, и вы рисуете меня, да, художник. И что он нарисует? Только то, что он видит. Правильно? А если мы коллективно создадим эту мыслеформу, и со всех сторон ее увидим коллективно, каждый внесет свой элемент творчества, тогда будет ясно, что это сущность. Вот так мысль, сущность, она и является собой определенный мир. И мы все это видим. И мы все видим его и с этой позиции, и с этой, и с этой, и с этой. Это называется объемное видение. То есть он должен высказать свое мнение, да, вот что он видит? Да, вот свое представление. И в результате выявляется качество нашего и понимания, и видения, и мы знаем, что это такое. Вот вы сейчас видите калачевку, видите, в плоскостном видении свое. Плоскостное, правильно? А я ее вижу. Вот таким шаром. Я как додекайдер вижу ее. Двенадцатигранник с пятью сторонами у каждой грани. Додекайдер. Да. Каким секретом? Только объемный. Но додекайдер это шар. Да. А он ограничен. Объемный, видите, правильно? Вот объемный, если видите, то если возьмете, если бы вот так вот, за вот эту верхушечку, и вот так вы его вытянете, то раз объем появится. Нет, и та сторона будет. И называют двойной додекайдром, тройной, четверной додекайдром. Вы видите, сколько додекайдеров видите? А там их четыре. Видите? И это называется образная. Это вот сейчас, что мы сказали, вот объем можно увидеть. Пентаграмму, да? Вот додекайдер. Его можно в классе основы видеть, и в объемах. Но объемов существует столько, сколько существует миров. Значит, столько же точно существует додекайдеров. Вы видите их? А здесь я их много, да? И вот это вот и есть развитие нашего воображения, которое оформляет мысли. И коллективно, вот как раз мы можем видеть, во всем объеме. Со всех сторон. Вот в этом случае школа и цена. Почему? На востоке школы вечные идут. Всякие разные. И северные, и восточные, и южные. Каких только нету названий. Всякие желтые шапочники, и красные шапочники, там, буддизм. И ответвления различные, которые изучают и тантры, и ваджра школа тоже. Тантры тоже тантрическое, но свойства иного. Потому что сфера другая. Понимаете, разные планы бытия, которые мы синтезировать должны. И коллективно это делать удобнее и лучше. Тогда никогда самость наша не затрепещет своими плавниками. Понимаете? Она успокоится и придет к единству. К единству взглядов. И у нас возникает братская атмосфера. Которая позволяет именно сотрудничать. А когда мы будем сотрудничать, если я сам на самом деле делаю? С кем? Это надо найти свое высшее я. А его быстрее ты найдешь, когда ты будешь в коллективе. Потому что не даст та же самая наша самость. Она не позволит высшее я свое найти. Услышь, она ей не позволит. Поэтому одиночкой это невозможно. Должен всегда быть учитель. И в Агни-йоге сказано. Необходимо найти на земле, именно на земле учителя. Земного такого же, как вы сами. Говорится для того, чтобы ты был не один. А чтобы мог тот, кто знает, указать на то, что у тебя пролетает. Потому что мы-то в тумане находимся все. Какие бы великие мы ни были духи, в своей потенциальности. Но мы все находимся в тумане. В иллюзии этого мира. И это нельзя забывать. Но, как правило, мы забываем, вдруг что-то там внутри себя шевельнулось. И мы сразу говорим, да, да, я вот лучше тут это буду. Нет, извините, вы уже соскользнули сразу на свою самую сраз. И на привычное мышление. Потому что мы должны решить себя этого мышления привычного. А это непросто. Поэтому в коллективе работать совместно намного удобнее и быстрее. Мы можем вскрыть всю свою ту гнилую природу. Ее наружу вытащить для себя. Тогда она уничтожится. Потому что это все мешает нам. Знаете? И причем, вы знаете, карма есть народная. Есть человечество всего кармы. Есть непосредственно страны нашей. И есть еще семейная, индивидуальная карма. Вот представьте себе, сколько карм у нас уже существует. И мы, как только начинаем что-то там узнавать, и вдруг в себе что-то услышим, а вдруг еще и ауру увидели. Ну все, нас поперло. Мы начинаем раздуваться в своем самомнении, которое мы не видим. Нет, я его не видел. Правда, его не видно, его нечем увидеть, потому что мы не расковыряли свое вот это дно, откуда выйдет та карма древняя, которая нас ожидала бы в другом каком-то воплощении. Мы на путь встаем, и на нас все обрушивается, правильно? А обрушится что? То, что мы должны исправить, выполнить. Что? Те поручения, которые брали в тонком мире, сколько мы обещаний давали? Вот так вот. А теперь время пришло исполнять. А как исполнять? Так вот и надо коллективно только этого демона из себя и выявлять. И поэтому в коллективе-то так больше и происходит. Если сам на сам, ты можешь там... Он скрытый. Вот эти все наши накопления, ничтожества нашего, они скрыты. Они и есть мы. Ну как мы все увидим? Никак. Ну посмотри в зеркало, что я там вижу? Хорошее лицо, я хороший, вот смотрите, вот это все, все. Видите, все, это я, я сам на сам. А мы должны все-таки себя ощущать совсем по-другому. Ответственность снять маски научиться своей. Наброшенные веками на нас. Мы их набросили на себя сами маской. Мы влезли в них, они срослись с нами. Так надо их снимать, научиться. Искренность должна быть. И где, как ты сам на собой, искренность, это очень сложно, непросто. А когда ты начнешь с коллективи, то тогда тебя и попрет. И ты начнешь и на себя справедливость видеть. То есть сосредотачиваться на себе, смотреть свою душу, где там что. Понимаете? Вот начало будет работы настоящей. Это и есть та практика, которая должна вначале объединить группу какую-то. Вот мы должны объединиться в группе. Не важно какая группа. Три человека, два человека. Потому что, как говорится, два человека есть, и я среди них. Как говорит Владыка, да? Все, я среди них, все два. Потому что идет общение, диалог, а он контроль держит. Контроль какой? Наш. Над чем? Над правильностью выражения своей мысли. Над качеством ее. Вот она, ответственность возникает. А когда сам на сам? Ну где там родится эта ответственность? Перед чем? Перед кем? Что это? Это непросто. Так вот, когда в коллективе мы сколотились, мы нашли свое я. Мы дошли до него. А потом индивидуальности уходят творить в этот мир, нести каждый свет. Но также можно объединиться, вроде типа конференции или семинаров, и поделиться каким-то своим направлением вот этой уникальности, и кто-то может услышать, и принять еще это для себя, и тоже усовершенствовать свое какое-то действие, несение света. А когда вот так вот собираются, и нет основ, тогда банки в скорпионе, ну как бы скорпионы вот эти вот в банке находятся. И они начинают пожирать друг друга. Вот оно, почему нет братства. Основы – это главное. И группа – это очень важно. Очень важна группа. Сейчас время еще уникальное. Сейчас, минутечку. Время уникальное. Вот в этом направлении пространства находимся. Это называется неколлективное, в общем, с коллективом. Я не должен сцепляться. Понимаете? То есть жить под руководством кого бы то ни было. То есть нет авторитетов, не должно быть идолов. Вот в этом направлении пространства. Мы сейчас как раз здесь и находимся, причем в середине. Человеку непросто. Потому что, понимаете, само время, колесо времени привело нас в это состояние. Мы же все-таки жили с этим временем, где выдавались знания уже новые. Некоторые рождались в эти времена. Не, это не важно. По неделькам там, по году рождались. Некоторым открывалось эти знания. Особенно тем, которые рождены вот другими. Им начинались открываться вот эти знания. Они открывались бессознательно. Мы просто адаптировались к этому мышлению, но еще не живем этим. Общая масса человечества. И представьте, что кто-то там не раскрыл себе потенциальность вот этого сознания и все прочее, о чем я рассказывал. И приходим мы вот в это направление пространства, где нет цепляния. Вот нет этого цепляния ко всем, чтобы зацепиться. Потому что индивидуальности уже должны вот в этом направлении пространства проявлять свое творчество. А они еще с коллективом не согласовались. Они еще сотрудничать не научились. Сотрудничать не научились, а индивидуальность решили проявить. Но это как так? А я уже говорил, индивидуальность, о которой люди думают, ее нет для них. Не существует. Потому что они сотрудничать не научились. сотрудничество это единение а только в коллективе единишься значит нужно вернуть на круги своя и вот для этого существуют дни недельки того времени в котором мы сейчас живем вот мы живем сейчас вот как раз в день в день того времени когда был вот у нас девяносто шестой девяносто шестой год 1996 год помните это время в этом году елена ивановна калачакре писала что собирать им надо этот год а они же созвучат всегда через этот принцип и мы можем вернуться в это время и прожить коллективно вот дни нам дают возможность недельки будут еще вам длиться вот видите длиться до этого времени когда мы войдем в это направление пространство и мы можем научиться и вот это учение происходит быстрее понимаете вот уникальность самого движения развития сознания человека уникальность божественного творения в том что можно коротким путем идти быстро будет это соответствовать каждому году проживая моим нами каждому году соответствует его энергии мысль можно чуть длиннее догонять каждым днем в это время приходим а они поняли сразу потом возвращаемся и снова это есть вся космическая любовь мы можем еще догнать в днях потом есть по минутам можно в это время входить по часовой стрелке час мы расходим и целый час проживаем эту энергию мы понимаем эту мысль и так мы можем собрать себя для того чтобы потом это творчество индивидуально действительно чего проявляться но согласно с коллективным мышлением всего человечества и мы должны быть и вы на его пике чем своей индивидуальность через свою самодеятельность умение сотрудничать мы обрели мы можем братских отношений мы не будем дергаться судить кого-то потому что мы воспитались сами себя воспитали дисциплинировали и пришли вот к этому времени сейчас представьте мы находимся на середине где уже индивидуальность кто пробудил себя к творчеству она у кого-то работает а кто не пробудил а он становится закрытым закрытым по отношению к человечеству обособленный стал и эти вихревые потоки они очень ужасны потому что формируется здесь как раз вот этими силами формируется элемент жизни жизни сознания здесь начинается в весах сверливание той основной идеи которой жизнится сознание человека у каждого разное поэтому здесь будет каждый творить свой мир и уже начало этому положил петух огненный поэтому последний призыв работайте коллективно петушок сейчас озвучивает вам вот я родился в год козы синий а коза все знает о петухе потому что коза является духовной душой для петуха ангел хранитель такой духовная душа вот сущность петуха я вам ее и рассказываю выявление ликов выявление качества сознания раскрыл себе потенциал человек не будет уже значименьше вы помните в обороне говорится что разделение будет очень мощным и вот это вот разъединение идет на сознание сатурня и на сознание которые будут юпитериане и венериане вот так вот разделение пропасть там растет силы чего силу вот этой энергии выявления ликов ее называют жареной птицей знаете жареную птицу клевачиваю вот эта петуха есть очень важное время в котором мы сейчас пребываем очень важно и поэтому я вот стараюсь сейчас как-то вот объединить чтобы группы у вас были группы тогда и основу-то держите изучайте действительно основу не надо то что вам удобно усвояемо не надо это потому что это долгий путь накрывать будет так что мало не покажется потому что страдания сами знаете нас приводит к мудрости да можно мысль по красному духу да пожалуйста сейчас просто пришла такая идея смотрите красный душок это тридцать первый принцип по калачакре да 3 1 это 4 или форма мы знаем да петух это победа духа он переводится как символ сам победы духа то есть петух который возрековал эту победу своим голосом или речью и этот голос мы уже слышим как свой внутренний голос который мы проявляем проявляем форме на восхождение то есть перед петушком шла шел год красной обезьянки это 30 30 это три даша по тайной доктрине да когда разворачивается в семи личности имеют все основания по плану бытия все три плана бытия 30 это аум это такая эзотерическая духовная красота и гармония в этом слое аум а возвещает этот аум тридцать первый принцип красного духа он так возлик возликует или восклицает эту победу духа произнося это великое замечание аум три в одном тридцать первый принцип вот как раз о том о чем он говорил когда гармонизируются принципы то есть вот первая вот эта сила вот предыдущая огненная обезьяна огненная обезьяна она имеет название себя кундалини шахти сила такая кундалини шахти она может работать только в том случае когда сгармонизируются центры когда центры сгармонизировали тогда творчество то и начинается истина то есть духовный человек пробужден это символ космического закона самой калача но в каждом человеке это происходит согласно от его года рождения вот кто когда родился и от него вот допустим проходит если родился кто-то допустим он быке то его тридцатилетия в козе и для него это начало вот этого кундалини шахти выравниваются все центры своей деятельности гармоничные становятся и получается что вот эта гармония бык реализация называется а напротив его ответная радость называется и вот эта ответная радость она лишь только будет в том случае оказает любовь и для быка что нужно реализовать любовь для того чтобы сердце открылось это реализует любовь сердце открывается видите как и так для любого принципа мудрость мудрость берем напротив собачка собачка интуиция дракон мудрость как проявится для дракона с помощью интуиции и сердце раскрывается вот так ответная радость присутствует ну как правило если дракон напротив его собачка то собачка для дракона раздражитель потому что принцип собачки это личность или твердость личности а личность на чем твердая может быть на чем угодно на чем угодно правильно на привычном она может быть твердая на материальном твердая или на духовном твердая когда на духовном она утвердилась то мудрость начинает пробуждаться по отношению к собачке она сразу раз и слушает и все соединяется в сердце принимает дракона то же самое собачка интуиция она не может без мудрости потому что интуиция в сути накопления тех знаний того опыта которые выражаться будут как мудрость но чтобы интуиция в этом мире жила нужно проявить мудрость свою в действиях мыслях так вопросы о теме которая была то у нас да два часа прошу я хотела меня несколько удивило то что вы говорили про само сознание потому что вот вы говорили что сознание как бы у каждого свое можно на нем просто так зацепиться со своими недостатками вот звучало что сознание это как бы высшее достижение то есть осознание себя единым целым со всей вселенной да вот и как тут у меня вот правда сейчас рассуждали я так до меня начало доходить вот это вот ну просто для меня это было несколько удивительно потому что я считала само сознание то же самое как бы вот эти все само самость там само мнение и так далее то есть как бы варишься в своем сознании и дальше не развиваешься вот это и есть коллективно когда начинаешь что-то делать то рождается новое что такое новая мысль а мы просто на то же самое посмотрели по другому другими глазами и вот этот великий опыт вот такой опыт он и нас держит и вводит в новый мир непривычный мир нами и оно конечно радует правильно не зря просто даже пришли ради вот такой вот мысли вот этого вас вот такой щелкнул щелкнуло и парадокс исчез вдруг раз и парадокс растворился все это очень здорово ради этого можно было даже может быть и жить да 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 ради нового видения жизни непривычного так ага а если есть она инота или она рисует мысль вот пожалуйста пожалуйста вот смотрите когда мы говорим о осознании о самосознании да мысль в тайной доктрине звучит таким образом я есть ты ты есть я я есть я соответственно в этой же станции в тайной доктрине нужно прочитать свет свет есть тьма тьма есть свет свет есть свет 3 и 3 соединение этом такой синтез который находится на одном плане это точка шести лучевой звезды это это и есть ваше самосознание когда шесть соединение одной толстенности внутреннее ощущение да и соединение внешней формы еще один трехугольник упадает в центр и становится семеричным 3 и 3 являет семеричность так я становится светом так ваша личность которая есть смерть становится ответной радостью или индивидуальность да заменила себя вот это соподчинение ниши рушима да то есть трансформация происходит так это можно и схематически можно и на карте вот этой талачакле показать да я вообще смотрю это карта мира нашего сознания так вопросы кто еще да да прошу скажите изначально может человеку быть присущи вот это чувство единения о котором мы говорили как нас понимали что он частица этого мира да дело в том что оно всегда и присутствует ну все нет оно присутствует смотрите в потенции все у нас есть потенциальность у каждого есть поэтому кто говорит я там не могу что-то или время мое не пришло то он конечно лукарит потому что просто лень а у каждого потенциальность это есть что нас движет вообще в мире чем мы дышим чем что нас устремляет вот это зерно духа в котором собственно все есть у каждого но когда мы раскрываем и я вот рассказывал когда раскрытие происходит в сознании когда вот это чувство почитания когда мы понимаем что мы невежественны и мы отдаем себе отчет сознательно вот тогда все и начинается ученичество тогда вот и смысл появляется новый в жизни переоценка ценностей так называемая которая начинается в 30 с 30 до 35 лет вот это переоценка ценностей очень мощно идет а в 35 лет это включается наш ангелохранитель ангел который нас хранит включается его потенциальность очень мощная его хроника самого этого ангела заключается в той мощной силе притяжение вот согласно той потенциальности которая у нас в общем-то в каждом заложено может еще одно попутное попутное второе у меня возник пока вы вот вы сказали что в конце когда приходит но только вместе с коллективным сознанием вот ваша фраза да вот когда вы объясняли скажите в коллективном сознании ведь очень много много программ всяких на этом вот допустим на мае месяце говорят в декабре будет эпидемия гриппа и она значит случается в декабре месяце ребенок в школу пошел ему говорят вот ты будешь жить но ты умрешь и уже заложено он живет с ощущением что это самое так может быть нам нашим светом нужно разбавлять в коллективном сознании вот эти все программы так как я просто примером таких программ полно и значит ли это что нужно вместе с коллективным сознанием ведь Елена Ланна говорила что стадо быть не может вот в общем изучение магния йоги приходу ну вот вот я сейчас опять же слышу то что собственно присуще общество понимать это привычное мышление что вот Елена Петровна говорила что стадо только что она имела ввиду но тут мы сразу вставляем свое представление о стадности у нас значит сразу ассоциация толпа которая безнадежно фальширит да в своих проявлениях лукавит маски надевает у нас сразу представление такое стадо это толпа а что имела ввиду Елена Петровна при этом да вот об этом задуматься надо и тогда мы найдем правильное решение потому что в каждом таком высказывании там присущая эзотерическая сторона и экзотерическая экзотерическая она быстро нами улавливается и мы думаем что мы проникли в сущность вещей ничего подобного мы уловили привычное мышление мы собственно его для себя уложили так а потом еще и будем говорить что именно Елена Петровна так и сказала вот это она и имела ввиду а не все так поэтому когда говорит Елена Петровна об этих вещах то она имеет ввиду что изучение происходит в духе единомышленниками но ни в коем случае не с толпой это учение проявляется толпа не может его проявить и она говорит только единомышленники в духе вот с ними да пожалуйста а их мало всегда а сколько их ну двенадцать это круто будет то есть не наберешь ну семь человек можно еще бывает девять соберешь но там уже не будет ничего единства семь тоже не бывает три более-менее а лучше два вот представьте себе до какой степени ограничено сознание человека поэтому она и говорит с толпой единомышленников в духе вообще если найдешь то слава Богу но обычно по интересу по любопытству приходит просто потому что вот сестра того ходила и ей понравилось и она туда пришла что пришла видите вот так вот собирается вот это вот толпа о которой говорит уже Елена Петровна толпой такой ничего не изучается а значит должна быть группа солидарных между собой в духе собранных которые действительно пытаются понять освоить практиковать тогда с ними ты можешь на одной волне действительно погружаться в этот мир непознанного да прошу кто-то еще да я хотела сказать что вот вы говорите что в потенциале все это в человеке заложено но ведь проявление зависит от накопления предыдущей жизни от кармы и так далее да правильно да то есть это как бы заложено то во всем вот для того чтобы их проявить нужно постараться и в этой жизни как бы раскрыть свои прошлые накопления да но еще и карму мешает то есть вот как то вот ну вот здесь как раз и начинается и первая формула это препятствия не растет все больше ничего не надо препятствия которые идут на нас кармы сваленные несут себе возможности а эти возможности дают нам освобождение поэтому мы приветствуем врагов еще да еще организационные вопросы Владимир Анатольевич да в одной из своих рельсов он хотел объединить всех российских это ее по голове в Москве сделать этого не ума это такая идея может твориться но идея это в Москве в центре хотелось сделать теософскую ассоциацию да дело в том что это и делали и старались и что только мы там не придумывали все это было и работает но самое главное Владимир Анатольевич запустил эту мысль это самое главное потому что не он другой подхватит третий подхватит и все-таки что-то будет меняться это не простой вопрос он сложный но нужно понимать что теософское общество принимает любого желающего и там есть три правила и вот как он только согласится с этими тремя правилами пускай он и входит а что у него там за душой что он там несет в себе либо для разъединения либо там еще что-то там предать кого-то всякие же люди приходят ну вот желание вроде как извини ну и здорово тебя принимаем и в этих обществах то предательство доходит предательство его предлагают ну ты извини как это с нами то в эфире уже ты не можешь вроде извини там и вот при его коллективе в котором он входил ну какая-то ложа или там секция то они имеют право ему что-то сказать общество не имеет права ему что бы то ни было сказать общество не имеет права такие правила свободной воли допустимы в теософском обществе но надо знать что такое теософ что такое теософия общество это монстр там все там внутри как болото все туда сливается вот а теософия сама это божественная мудрость которая в себе несет эти основы атеософ это ученик которые исполняют все эти предназначения для того чтобы стать носителем света вот этой истины блажатаем видите вам нужно не скажу вам нужно принимать так же как например в школу пифагора принимали там они человека с теми силами отговаривали говорили как здесь плов какие здесь испытания и так далее если человек поддерживал вот это все тогда его принимали а вы слишком просто и легко принимаете конечно туда идут все спасибо на вопрос я бы хотела ответить по вопросу может ассоциации да на вопрос спасибо 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 мы знаем что Ирина Петровна Баласка организовала и была создателем торговского общества как аналог всемирного образства то есть есть общество куда может войти любой человек который согласен с тремя целями мы их знаем да должно быть диплом этого общества если человек написал заявление да этого человека должны порекомендовать двое членов это ассоциации которые имеют стаж или диплом длительности два года все и он член этого общества становится если собрались и члены сообщества группы это называется рабочая группа если собрались семь членов этого сообщества это есть ложа уже тогда этим членом международного государственного общества должно быть два года как только в России на территории Российской Федерации будет семь ложь минимальных минимальных это и есть российская секция международного государственного общества это ответ на ваш вопрос пока в России уже есть восемь вообще ложь но они не объединены в одну систему ассоциативную пока нет ну я вам рассказал причину почему вот потому что не просто нам объединиться в силу того что вот все непросто но нужно каждому осознать очень важную деталь опять же что такое теософия что такое общество теософия для себя это сложить правильно чтобы понимать мы до всего должны иметь вот такую ясность понимаете о чем речь ясность должна быть такой что мы можем и так представить и так и так и так тот кто хочет представить эту мысль значит мы добиваемся этого качества качество понимания что это такое как и качество понимания а что же такое огни йога и вот это качество понимания если мы поймем правильно что такое огни йога огни йога это величайший труд трансформации и трансмутации собственной природы сознания мы если это понимаем то тогда исполнение указа будет следствие нашего понимания если мы этого не понимаем то действительно от нас каких-то практических действий для того чтобы наше сознание развивалось не дождешься просто не дождешься но ясности нет понимание нет а вообще общая такая фраза вернее выражение наше общее это миловидные лица улыбающиеся мы все обнимающиеся и все в трепете тихонько сидим и чай пьем и так получается кому за 50 такое общество огни йогов потому что чай-то горячий огненный ах вот и дело получается поэтому ясность нужна во всем ну и ясность вот все я ударение ставлю на то что учение махат нам предоставляет фундаментальные знания которые называются тайная доктрина и огни йога огни йога это этика жизни тайная доктрина что как основа фундамент на котором может наша храм души действительно строится по-новому что там было чисто светло уютно владыке духу нашему еще у кого мысль какая молчание ну давайте давайте попробуем значит так первое что мы узнали да вот занятие значит учение махат оно единое единое должно быть для всех кто солидарен с тем что истина одна существует значит единое братство которое называется учителя человечества мы эту иерархию принимаем и соподчиняем себя этим высшим силам нам необходимо почитание да устремление и все те свойства нашей духовной природы которые соответствуют истинному культурному человеку мы это и развиваем себе потом это можно делать и нужно делать коллективом то есть нужно собираться в какие-то группы и изучать коллективно эти предметы потому что в одиночку их не изучишь а если ты думаешь что ты изучаешь то ты просто себя загоняешь в определенный свой мирок иллюзовно созданный потому что высветить его никто не может может индивидуально работает ли что-то тот кто в предыдущей жизни но он уже не индивидуально а с виду как будто индивидуально он раскрыл потенциальность своего я и когда он приходит в эту жизнь то он вот как кришнамурти он как раз и выражал те условия о которых говорит ему учитель первое распознавание любовь и все соответствие все эти что он описывает видите вот тот человек может и способен один казавшийся со стороны но он не один а он уже с иракхи он уже с иракхи он уже с иракхи садимся спасибо не шла да я вам простите так Евгения Михайловна прошу мы просто сейчас чисто радиусловно на сегодня у нас официальная часть и первая часть и вторая часть подходит к концу завтра мы вас всех ждем к 11 часам большая просьба не опаздывать приходить чуть-чуть пораньше готовить свои вопросы и так далее завтра будет более углубленная тема представленная которая Владимир Васильевич подготовил для вас будем всех рады видеть на сегодня официальная часть закончена всем спасибо до завтра спасибо спасибо спасибо